Добрый день, уважаемые болельщики! Мы приглашаем вас на волейбол. Новосибирск, Локомотив, Арена. Четвертый матч полуфинальной серии между Локомотивом и Казанским Зенитом. Предыдущий матч завершился триумфом новосибирцев. Локомотив выиграл со счетом 3-0 и тем самым продлил свое пребывание в этом противостоянии. 2-1 в пользу казанцев. Таков счет в серии. И сегодня новосибирцы имеют полную возможность продлить еще на одну игру свои шансы, свое пребывание в плей-офф. Полный стадион, нет продажи билетов. И все болельщики полны оптимизма, полны эмоций помочь своей родной команде для того, чтобы продолжить борьбу. Этот матч для вас работают комментаторы Максим Замятин и Мария Тичевич. Всем добрый вечер. Сразу видно, что полный солд-аут на игру, что заполняются трибуны. Видим болельщиков из Казани. Переместились они с верхних трибун вниз. Будут как раз-таки противостоять болельщикам Локомотива. Сибирский паровоз на ваших экранах. Да, но Сибирский паровоз в полном составе. Но, конечно, казанских болельщиков чуть поменьше. Ну а теперь давайте немножко о конкретных игроках поговорим. Так, Артем Вольвич. Артем Вольвич тот человек, который мог перевернуть прошлую встречу. Не все так радужно сделать для Новосибирска. Несмотря на то, что отставание было семь очков. Именно его два блока подряд. И его потом две атаки подряд вернули Казань в игру. Дали сократить. Еще и перегнать Локомотив. Да, действительно, Артем Вольвич не чужой человек для Локомотива. Мы все это помним. Пять лет он отыграл в новосибирской команде. Но сейчас противостоит Локомотиву. И достаточно успешно. Но давайте продолжим вспоминать, как у нас сложилась предыдущая игра. 3-0 Локомотив выиграл. Но было очень тяжело. Особенно во второй партии, когда все висело буквально на волоске. Да, Маша? Да, было именно так. Как раз-таки еще один герой прошлого матча для Казани. Максим Михайлов диагональный. Как обычно, было больше всего набрано очков именно у этого игрока. Он возвращал ребят в игру, даже когда отставание было достаточно критичным. Да, но Михайлов настоящий лидер. Он в казанской команде. С 2010 года уже настоящий ветеран. Между прочим, олимпийский чемпион Лондона 2012 года. И двукратный чемпион Европы. Так что, в общем, в игровых качествах, в лидерских качествах Максима Михайлова нам сомневаться не приходится. И сегодня, конечно, за ним стоит последить особо. А вот уже ответ наш диагональный, Эндражин Луборич. На ваших экранах сербский диагональный. Были у него проблемы в первых двух матчах, где Локомотив выступил в Казани. И пропустив шесть тренировочных дней, вышел и наколотил в первой партии. Не было ни одной ошибки у Дражина Луборича. Семь очков ни разу его не закрыли. И в целом он набрал 20 очков за эту игру. Да, он стал главным героем встречи. 20 очков. Он лидер по брейкам. 6 и по показателю полезности. Плюс 11. Ну и не случайно именно Луборича казанские журналисты выделяли после матча. И удивлялись тому, что не его признали лучшим игроком в составе Локомотива, а Семена Кривиченко. Я чуть позже расскажу про эту историю. Почему был выбран Недражин Луборич. Сейчас мы все-таки посмотрим, что происходит на площадке перед игрой. Да, у нас готовится все к стартовой церемонии представления команд. Ну и напомним, что еще раз, что счет в серии 2-1. Казанцы в шаге от выхода в финал. Но Локомотив сегодня постарается продлить свое пребывание в флей-офф и вернуть эту серию в Казань. Илья Скурхаев, центрально блокирующий. После первых двух выборов, мне кажется, интернет взорвался в комментариях о его подачах. И насколько исправился Илья с дома, в родных стенах. У него больше всех подач за этот матч у всей команды. 15 раз он подавал. Всего две ошибки. Еще и выигранный эйс. При этом еще и в атаке он был неудержим. 8 из 9, 89 процентов показало. Да, ну Ильяс наш олимпиец, он на сибирске. Ну и, конечно, подача Ильяса стала намного стабильней. Уже она такой была притчевый языц, что называется. Много его действительно критиковали. И все-таки и в аут он бил. Но вот стало получше. И сразу стало получаться и у Локомотива тоже. Ну и смотрим представление Ильгинума России. И мы не будем в аут, но мы не будем в аут. Клабо, Северное. И мы будем в аут. Клабо, Северное. И мы будем в аут. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Стартовый состав Казани на сегодняшнюю игру Добро пожаловать в Казахстан! 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 Такой на позитиве и стадион, и команда. Видно, что завелись. Ну и, конечно, хорошее начало, я думаю, очень важно для игрового тонуса и уверенности в себе. Да, здесь нужно с первых очков показывать, что не случайность прошедшая игра, что готовы ребята возвращаться в Казань на еще одну игру, задержаться в Сирии. Но здесь классная атака Максима Михайлова. Улетает в мяч от рук, блокирующих в трибуну. Да, хорошо. Хорошо разыграли казанцы. 1-1. Ну, действительно, вот первые очки, может быть, так, со стороны кажется, что не самое важное значение имеют. Обычно люди все ценят концовку, но и вот если сейчас кто-то сможет вырваться вперед, то, конечно, догнать будет очень тяжело. Ижуальная доводка локомотива и первый темп уверенно действует в атаке. Уверен Константин Абаев в Ильяхе Куркаеве настолько в атаке, уверенно, он всегда идет, он всегда готов атаковать, что это, кажется, основная опция локомотива. Да, действительно, Ильяс здорово атаковал. И у нас дрожим Лугурич на подаче и неудачно. Ну, ничего, бывает. Маша, ну, давай тогда вспомним историю, почему же не Лугурича признали MVP предыдущей игры. Да, хочу отметить Семена Кривиченко в этом плане, что я согласна с Пламенным Константиновым. Насколько знаю, он участвовал тоже в выборе лучшего игрока матча. И третья партия, счет 23-24, очень важный счет. И Семен вышел и идеально принял, что команда снялась и выиграла игру. Почему, вроде бы, все должны подумать, Либера приняла, что такого. Но Семен страховал Игоря Кусевича 7 недель. Он был в роли второго связующего и большую часть тренировочного процесса проводил как связующий игрок. Естественно, он не выходил как Либера, он мало участвовал в приеме на тренировках. И немножко растерял игровой опыт приема. Но насколько собрано он вышел и важный момент помог команде, когда небольшую травму получил Роман Мартынюк. Поэтому абсолютно заслуженно в этой игре получил фуражку именно Семен Кривиченко. Но будем надеяться, что Дражин не обиделся на это. Лишь поддерживал партнера. Но тем временем у нас 3-3. В предыдущей атаке Волевич хорошо сблокировал. Но сейчас требуют болельщики эйс от Амара Курбанова, который тоже в предыдущую игру отыграл выше всяких походов. Хороший прием указаний. И это пайп. Здорово. Здесь все идеально сыграно. Даже не успел Амар Курбанов подставить руки. И, по-моему, попал ему в голову Дмитрий Волков. Да, так и есть. Неприятно, конечно, но будем надеяться, что все хорошо. И обойдется без последствий для Амара Курбанова. И Казанцы на подачу. И все. Ошибается Сен-Де-Ру. Не доигрывал он прошлый матч. Заменили его обратно, вернули на площадку Дмитрия Волкова. Изначально начинали Дмитрий Волков и Сен-Де-Ру эту встречу. По ходу игры менялись. Еще с ними Андрей Сармачевский. И вот в итоге такое сочетание доигровщиков принял Алексей Вербов для этой игры. Да, но у нас на подаче Илья Скуркаев. И тот же первый тампет удался у Казанцев. Есть защита у Локомотива. И передача на Дмитрия Лызика. Да, ну а сейчас все здорово. 5-4. Вновь новостейберцы вышли вперед. Если говорить про Сен-Де-Ру, то читал я в интервью недавно, что на самом деле зовут его не так. Немножко не Де-Ру, а Де-Ро. Потому что он бельгиец. В фламандском, нидерландском языке именно О. Двойное О сочетание читается как О, но в английском все привыкли У, поэтому зовут его неверно. Но он уже сам не обращает на это внимания. И выстолагался доставкой продуктов, между прочим, в России. Как это здорово у нас работает. Но у нас вновь ильяс на подаче. Идеальная доводка Ильи Федорова. И первый темп Казани. Артем Вольевич отвечает Дмитрию Лызику не менее успешным ударом. Да, но Дуити не отпускает. Казанце не удается никому из соперников оторваться от соперника на два или больше очков. Все идет очень плотно. И Артем Вольевич на подаче. В хорошем таком темпе. Обе команды начали. Видно, что все заряжены, все на эмоциях. Идеальная доводка локомотива. И Дражин Луборич в один блок Дмитрия Волкова попадает. Да, в одиночный блок. Закрывает. Закрыли Дражина. Не очень удачно получилось. Не было вариантов, наверное, уже как-то изменить направление удара. Казанцы выходят вперед. И вновь Вольевич. Посмотрим, как удастся локомотиву сняться с его подачи. Вроде бы не очень сложная подача, так, внешняя. Но вот сейчас чуть-чуть на мяч по тросу. Есть доводка. И Дмитрий Лызик не оставляет шанса сыграть этот мяч в защите. Да, хорошо. Высоченный прыжок. В общем-то, вся площадка, как и на ладони у атакующего. Здорово сыграна. И вновь еще трамп. Константин Абаев на подаче. Есть прием у Казани. И сам Дмитрий Волков будет атаковать. И защищается Константин Абаев. Здорово. А вот сейчас прямо в блок. Но подняли мяч на сибирцы. Не смогли разобраться, кто будет пасовать Амар Курбанов и Семен Кривиченко. И до то ошибаются сами казанцы. Еще одна атака задней линии. Как агрессивно они стали действовать. Именно с шестой зоны подключает Майка Кристенсен атаку. Да, но в предыдущем моменте неудобно было там Лубарь еще атаковать. Но молодцы новосибирцы, что вынудили в какой-то степени соперника ошибиться. Игна в подаче Абаева. Хороший прием. Играет в защите Семен Кривиченко. И Джон Гордон Перм. Тут игра в защите на бой. Но мяч за. Вау, да. Ну что. Футбольные навыки не пригодились. Казанцам. Кто это у нас так отличился? Дмитрий Волков не добыл. 8-6 плюс 2 в пользу Локомотива. И вновь Абаев. Хорошая подача на прием у соперника. А вот сейчас блок. Здорово пристроился Дмитрий Лысик к Джону Гордону. По-моему, немножко неудобная передача была. Здесь Джон, можно сказать, в одиночку закрыл Максима Михайлова. Я отметила Дмитрия Лысика. Показалось, что это он пристроился. Но это руки Джона Гордона Перина. И первый тайм-аут Казани. Алексей Вербов. Да, да, коммуникация, вот эти высокие перелетающие, которые при голы, всегда немножко повыше сделать, чтобы иметь этот хороший разбег. Нормально сделали, Сэм чуть-чуть не попал, а? Как договорились, скажем, здесь следующий мяч. Очень спокоен главный тренер Казани. Спокойно разговаривает со своими игроками. Просит все фриболы доводить чуть-чуть повыше, чтобы было время для хорошего разбега. Это как раз-таки про атаку Сэма Деру задней линии, где не успел доигровщик в темп, поэтому ошибся. И, как обычно говорит Алексей Игоревич, играем каждый мяч спокойно. Да, но вот в предыдущем матче был у него момент, когда сорвался Алексей Вербов и там наговорил не самых приятных слов своей команде, но и отыгрывает одно очко Казанцы. Не успели. Так, и Локомотива выставить блок. 9-7. Да, здесь как раз не успевал Дмитрий Лызык. И в разрез блок забил Максим Михайлов. Есть прием у Локомотива. И самому Амару Курбанову поступил Стэнсин Абад. Насколько сейчас было непредсказуемо. Это не самый лучший прием Амара. Выбитый мяч и мужа на заднюю линию передачи. Ну, как классно, что был готов. Передача была неожиданная, действительно, но все получилось хорошо. От блоков аут. Вновь плюс 3 для Локомотива. Джон Гордон Перин. Не очень уверенный прием у гостей. И переходящий мяч. Да, тут спасал Майка Кристенсен, но не был готов Дмитрий Щербинин это атаковать. Поэтому не в темп. Так, сейчас вытащили этот мяч. Константин Абаев здорово выбрал место. Еще и защита у Локомотива будет доигрывать в первом темпе. Готов был Дмитрий Лызик. 11-7. 4 очка преимущества. Такого еще не было по ходу первой партии. Ну и в восторге трибуны. Не все всегда понимают, почему я отмечаю обоих блокирующих Локомотива. Говоря о том, что, мне кажется, Локомотив не поменял бы этих блокирующих ни на кого из этого амбула. Да, не может не все получаться у них на блоке. Но как они идут в атаке, не только с идеального приема, но и с доигровок. И вот в таких моментах, что на них можно положиться, как на доигровщиков, черновой работы отдать им. Они всегда идут и забивают. Это очень ценно. И мало кто из центральных так делает. Тройной блок против Михайлова из четвертой зоны. Да, здорово. И Джон Гордон Перри. Прекрасный розыгрыш. Защита обеих команд. И все-таки завершает файпом Джон Гордон Перри. Очень красиво сыграно, действительно. И, по-моему, все идеально было в этой атаке. Взаимопонимание и подстраховка. И, в принципе, здорово. Просто настоящая красота. И третья подача подряд нашего Новосибирского канадца. 12-7. Дмитрий Чербинин сам принял. Сам хотел пойти забивать, но не успел. И по высоте чуть-чуть было не очень ему удобно. Да, в сетку пропал или там блок все-таки сработал. Нет, в сетку собственная ошибка игрока. И второй тайм-аут с «Зенитом». Да, 13-7, 6 очков. И давайте послушаем, что нам скажут. Не нам, а своей команде Алексей Беркут. Все хорошо делаем, да? Есть решение. Немножко время потянуть. Входим в игру. Люборыч, не забываем. Высокий мяч. Стараться три блока всегда. Да, при хорошей готовности. То, что выбиты. Люборыч, калебол. Рейдинг, поэй-дри. Три калебол, весь. Ну, основное, думаю, что все поняли, что когда высокий мяч, не сидя недоводки на Луборыча, чтобы всегда было три блока. Повторил это несколько раз на всех языках Алексей Игоревич. Да, не забываем тройной блок против Луборыча, да. Ну, что, действительно, стоит... И сразу замена центральной блокирующей возвращается на площадку Алексей Кононов вместо Дмитрия Щербинина. Да, перестановки. Ну, а у нас Перин на подачу. Вышел Алексей Кононов. И сразу же ему передача. И забивают. Он снимает, а не канадского доигровщика с подачи. Да, первый темп сработал у Казанцев. 13-8. Тяжело бы было, чтобы сделать музыку. Костя на подачу. Дмитрий Волков. Справляется Роман Мартынюк. Выбитый прием. И вот здесь вроде бы должно быть три блока. И нет, было только два. И звучит свисток. Локомотив очко. 14-8. 6 очков преимущества у Локомотива. Да, ну не успели в любом случае казанцы три блока выставить против Лубурича. Пока что пожелание Алексея Гербова не исполнено. Ну, и на подачу Дмитрий Луизик. Хорошая подача. Но справляется Сэмберу. И сам же будет атаковать. Тут все красиво по линии. По линии, да. Хорошая атака. Ну, и не успевали себе никак противостоять. 14-9. Слез 5. Но пока что уверенно выглядит Локомотив первой партии. Несмотря на то, что, конечно, казанцы за всех все стараются догнать, показать зубы. Но я думаю, что вот тот запас дает уверенность в своих силах подопечным пламени Константинова. Ильяс. Здорово. Немножко не в темп здесь была передача. Не в темп, но дотянулся кончиками пальцев. Поэтому только скинуть мог Илья Скуркаев. Но настолько непривычно, чтобы он скидывал, как далеко стояли защитники Казани. И Майка Кристенсен, и Алексей Константинова были к этому не готовы. Ну и вот он Дражин Лугурич на подаче. Хорошая такая подача. Ну и прием у казанцев сработал. А вот сейчас... Дотянулся Илья Скуркаев. До этого играет Семен Кривиченко без блока в защите. Будет еще одна доигровка у Казани. И здесь со всей высоты Артем Вольвич попадает в Дражина Лугурича. Но тут не обработается такое в защите. Ну да, у Вольвича 213. Так, по крайней мере, говорит официальный профайл. В реальности там может быть даже побольше. Смотря, когда рост измеряем. 15-10. Плюс 5 по-прежнему в пользу Локомотива. И Михайлов на подачу у казанцев. Справляется с приемом Локомотив. И передача на Маракорбанова. Тут запнулся Майка Кристенсен. Играет в защите Роман Мартынюк. И снова передача на Курбанова. И тут еще одна доигровка. Есть защита у Локомотива. И вот здесь не самая лучшая передача Амара. Наверное, перепутал он на какой линии. Дражин Лугурич. Как будто передача на переднюю была. Здесь все здорово. Тут Илья Скуркаев остался с первым темпом. И Сэм Деру на одиночном блоке забивает этот мяч. Да, немножко такая рассогласованность Локомотива пошла. И наказали казанцы. Но хозяев за эту ошибку. Ничего не мог сделать Джейн Гордон Теллин в этом эпизоде. И у нас на подаче Михаила в 15-11. До 4 очков все пройдет преимущественно у сибирцев. Справился Амар Курбанов. Сам будет атаковать с этого приема. И обыгрывает он блок. Шмидро. Мне кажется, так и задумал изначально. Ну, здесь очень широко было и от сетки, и очень широко в плане улетал мяч за антенну. Поэтому перестраховался и решил скинуть. Ну, да, бить сильно в упор было, наверное, рискованно в данный момент. И Курбанов сам пошел подавать. Хорошая подача. Как здорово справляется с приемом. Играет Семен Кривиченко еще раз в защите. И тут играет Илья Федоров. Будет еще одна доигровка. И было касание блока. Было касание блока. Сэмдеру по рукам сыграл этот мяч. Да, 16-12. Что-то такое нервное выстрел за своим. Парням Пламен Константинов. Так, по крайней мере, внешне показалось. Но вода нервничать особо пока что я, например, не вижу. 16-12. Все, в руках Локомотива. Она на подаче к гостям. Классный прием от Романа Мартунюка. И первым темпом играют сзади сейчас гости. И сам же Сэмдеру будет атаковать. И забивает на тройном блоке. Заводится Казанцы. И понятно, почему так реагирует Пламен Константинов. Да, и вот он тайм-аут. Потому что нужно останавливать Казань. Да, нужно сбить этот порыв. Действительно, хороший отрезок выдает волейболисты Зенита. И давайте послушаем, что у нас скажет Пламен Константинов. Подопечным. Идем, мы ведем, мы ведем. Спокойно, ничего. Они тоже могут... Давай, давай. Давай. Просит сняться сразу сейчас после выхода. Что спокойно нужно немножко выдохнуть, спокойно принять и сняться с этой подачи. Да, но не очень хорошо было слышно, что же там в самом начале Константинов говорил. Но мы ведем, мы ведем. Это, наверное, главная фаза, которая была понятна в этом обсуждении. Ну, действительно, три очка преимущества Локомотивом. Они очень обманчивые. Мне кажется, знают болельщики обеих команд, что, как и здесь, легко сокращало Казань это преимущество. Но мы видели. Казань, да, Маша, 7 очков, ты говорила в самом начале, что... Классный блок. Здесь все здорово. Тройным блоком мы закрываем Дмитрия Волкова. Ну, вот это как раз очень важное очко, мне кажется, как раз, когда у казанцев пошла игра немножко так сбить порыв. Птихологически сейчас Локомотив будет полегче. И будет еще полегче, если Ильяс хорошо подаст. Получилось. Отличный прием Казани. И первым темпом играет Майка Кристенсен, Артем Вольвич отыгрывается от рук блокирующих. Очень много стал подключать Майка Кристенсен в этой игре. Первый темп? Да, не было так много центральных в первой игре. Но и прием, конечно, был не самой лучшей у Казани в прошлой игре. Хотя, по факту, к концу встречи сравнялись обе команды по приему. Одних 39% позитива, у других 38%. Поэтому было плюс-минус на равных. Не очень прием сейчас у Локомотива. Но Блоборич атаковал, подняли этот матч в гости. А вот сейчас... Как будто поверх блока ударил Дмитрий Волков. И вот оно, всего 2 очка уже преимущество у Локомотива. 15-17. Не разобрались, но сибирцы... По-моему, кто же должен был блок-то ставить? Как-то друг на друга смотрят. На Санкин Абайшин, что-то сказал партнерам. 2 очка преимущество, действительно. Его лично впадает. Вот он первый эйс, указание. Причем на Либера. Роман Мартанюк не ошибался в прошлую встречу. И вот его первая ошибка. Да, ну вроде бы не самая сложная подача была для приема. Так, по крайней мере, внешне казалось. Но крученый мяч, да? Роман ошибся. Вновь на подаче Артема Вольвича. Но на этот раз все хорошо. И Перин забивает. Тоже не самый лучший прием. Выбитый из пятого метра. Пасовал Константин Абаев. И здорово, что Джон Гордон Перин был готов к такой передаче. Что сумел забить на организованном блоке. Да, но там, по-моему, кстати, и последнее блока было. В любом случае, Абаев будет подавать. 18-16. Приближаемся мы к нервной концовке. Идеальный прием. И пайп выпрыгнул. А Марк Курбанов на слезующего игрока. Думаю, что будет он скидывать. И Сэмберу оказался на одном блоке. Да, у нас красиво было сыграно. Такого противостоять, конечно, очень сложно. Справляется сейчас Роман Мартынюк. И закрывают первый темп казанцы. Блоком, да. Ну, вот редкий момент, кстати. Блок против первого темпа. Сравнивают счет. 18-18. Да, сколько там было? 4-5 очков преимущества. Вот они уже есть. 5 очков точно было. Поэтому, наверное, и призывал своих игроков пламя Константинов. Повнимательнее, да. Ну, и концовки, да. Ну, помню. Еще одна ошибка. Выбитый прием. Забивает переходящий мяч Дмитрий Волков после подачи майки Кристенсена. И Казань впереди. 19-18. Да, по-моему. Первый или, может быть, во второй. Там, после начальника очков. Раз. Казанцы выходят вперед в счете. Тревожный сейчас, я думаю, всем поклонникам Локомотива. Хороший прием. Семен Кривиченко поменял Романа Мартыняка после двух ошибок на прием. И сразу идеальная доводка от Семена. Да, на Лубовича, но и тройной блок. Где он? Пока что мы его не видим. Но это и невысокий. Там была речь про выбитый высокий. Здесь идеальная доводка. Разрыв блок. И Константин Абаев мог паснуть в четыре направления. Поэтому с такого приема на тройной блок не знаю, кто успеет прийти. И вот здесь точно нужен тройной блок Локомотиву. И как здорово справляется Макс Михайлов. Несмотря на то, что тройной блок был против него. Да, на подаче был Перин. Вроде бы все хорошо складывалось. Но смотрим мы эту атаку, да. До самого блока. И попал Михаил, конечно, идеально по линии. 19-20. Вновь Казанцы впереди. Дмитрий Волков, хорошая у него подача. Может он выигрывать с нее. Но сейчас ошибается. Да, ну вот она, битва не рос. Ошибок, кстати, сегодня на подаче, как-то даже на удивление, мало. Может быть, одна или две была. Я боюсь говорить такие фразы в эфире. Не буду. Не буду. Тем более, когда Дмитрий Лузик берет мяч. Но не потому, что Лузик плохо подает. Чтобы не сглазить, да? 20-20. Ну, все обошлось. Классно. Это эйс. Первый эйс Дмитрия Лузика в этой игре. И первый эйс Локомотив. Будет просмотр. Здесь скорее просто как пауза. Потому что, мне кажется, уверены все. Тут мяч много в площадке. Нет больше тайм-аутов у Казани. Поэтому использует просмотры, Алексей Игоревич, как тайм-аут, как некую паузу разговора. Да, чтобы подсказать парням. Может быть, он действительно не особо надеется на решение арбитра после просмотра видео. Быстро выходит от монитора второй судья. Я думаю, здесь больше рассчитано, что Дмитрий Лузик ошибется после этой паузы. Его игроки чуть-чуть выдохнут. Конечно, мяч у Локомотива. Даже не видно, где мяч. Потому что он... А, здесь смотрели заступ. Не поле аут. Заступа тоже не было. Толкается далеко Дмитрий Лузик. И потом впрыгивает в площадку. Ну, в любом случае, очко в пользу Локомотива. И Лузик вновь на подаче. Ну, все, суеверия наша не сработала. Будем надеяться, что так оно пойдет и дальше. У него хорошая подача. И прием тоже уверенный. Могучий какой-то прыжок. Тут оставили очень много места ему между антенной и руками блокирующего. И сразу этим воспользовался Максим. 21-21. Алексей Кононов ошибся. Вот сейчас Казань как будто помогает Локомотиву, что при таком счете после 20-ти допускают две ошибки подряд. Дмитрий Волков ошибается, Алексей Кононов. И Локомотиву нужно воспользоваться этим и самим держать концентрацию. Совершенно верно. Дражин Лубович на подаче. Классная подача. Вовремя. Также вовремя, действительно. 23-21 Драждан Лубовича есть. Второй эйс в матче. Ну и, наверное, не мог найти лучшего времени для того, чтобы его исполнить. Сетки игрок Локомотива. Четвером принимают подачу Драждан Лубовича казанские принимающие. Подтягивают они Максима Михайлова тоже в прием. Ну, выждал такую небольшую паузу. Дражин. И что? Еще один эйс. Еще один эйс. Будут, скорее всего, смотреть, потому что зачем копить просмотры. Остался еще один. Да, сетбол у Локомотива и действительно вербов. В любом случае нужна пауза, сбитие сердского диагонального с этой подачи. Ну и вдруг мяч не коснулся линии. Хотя, мне кажется, понимают игроки казанского «Зенита», что мяч в площадке. Да, быстро все посмотрели тут. Да, очень быстро, да. Пять очков Локомотива. Гол. Очень уверенное попадание. 24-21. Нет больше ни таймаутов, ни просмотров. У Вербова. Ну что, сетбол для Милосибирцев. У Лубович. Висел Вербов. Уверенно действует Дражин. Не повлияло для него. Можно сказать, это третий эйс, потому что неправильно пытался выполнить передачу Майка Кристенсен. Мяч был за антенны. И 25-21. Первая партия за Локомотивом. Но спорят игроки казанской команды. Тут же и вскочили на ноги и зрители. И штаб Локомотива о чем-то по видеозвязи. Дражин Лубович показывает, давайте перейдем, мы выиграли и все. Не хотят они слушать эти споры. И говорят, мы пойдем. Но все-таки останавливают судьи такой порыв локомотивских игроков. Да, Сэн Дыру там что-то очень эмоционально выговорил второму судье. Первый арбитр, главный судья просит всех отойти. Лубович что-то доказывает Константину Гусеву. Потому что есть у Локомотива вопросы, конечно, к этому суде по играм в Казани. И что сейчас... Но просмотров-то нет у казанцев. Просмотров нету. И все-таки упросили они. Но суди совещают сюда. Здесь у нас дискутируют два англоязычных игрока Джон Гордон Телли вместе с Майкой Кристенсеном. У них своя волна английское обсуждений. Ну все по-доброму, с улыбками. Так, посовещались у нас арбитры. Какое будет решение? Нет, все-таки остается партия за Локомотивом. 25-21. Выигрывает Локомотив. Счет становится 1-0. Встретимся после перерыва. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Замечательно, что в первой партии плюс-минус одинаковые показатели у команд. Прием 33-38 позитива по 11% идеального. Что радует глаз болельщиков «Локомотива»? Это что на подаче всего одна ошибка 4 эйса, а у «Казани» 3 ошибки и 1 эйс. В атаке 16 набранных очков, у «Локомотива» 52%, у «Казани» 44 выгонных, блок плюс-минус одинаковые. 2-3. Ну а у нас 1-0, «Локомотив» повел во второй партии. Джон Гордон Перриан, от рук блокирующих, отыгрался. Джон Гордон Перриан очень уверенно действует в атаке сегодня. У него 3 из 6, 50% набрал. А у «Дражина» Луберыча не все получается в атаке. Пока только 3 из 8, но также не особо стабилен и диагональный «Казани». 4 из 9, это эйс Ильяса Курхаева. Пятый эйс Новосибирска в этой встрече и первый для Ильяса Курхаева. Но что касается Луберыча, вот Маша договорила, что может быть пока не все хорошо у «Серба», но те очки, которые он принес в концовке, они, конечно, дорогого стоят. Он включился в самый важный, в самый ответственный момент партии. 2-0 и Ильяс снова на подаче. Конечно, тем более, что забрал он свои очки на подаче. Есть у него блок, поэтому тут никаких вопросов нет. А в атаке, я уверена, что «Дражин» еще добавит по ходу встречи. Наберет свое, конечно. 20 очков в прошлом матче. Напомним, Ильяс попал в «Сербу» на подаче «Казанцы». Есть прием у «Локомотива». Первый темп. Дмитрий Лынзик неудержим. В атаке. Тут ничего не сделать в защите против Дмитрия Лысика. Четвертый очко в атаке набирает Дима. Да, здорово было сыграно. Но против первого темпа всегда очень тяжело обороняться, как известно. И Константин Абайев на подаче. Хороший прием у гостей. Да, здесь идеально разыграл Майка Кристенсен, но не заметил рук блокирующихся Эндрю и как будто растерялся. Ударил в аут. Тут здорово на себя Алексей Кононов. Вытащил Дмитрия Лызика. Прыгнул он с ним. Да, и не рискнул я бы брать просмотр. Там, может быть, касание Абайева было. Ну, так мы будем подумать. Там у нас локомотив подает. Это, возможно, вторая передача. И почему ее не свистят? Ну, ладно, остается мяч у Казани. Достал Майку Кристенсен. Сейчас посмотрим в более замедленной съемке. Нет, здесь все хорошо. Ну, а поскольку Джон Гордон Перин прыгал со связующим игроком, то, естественно, Максим Михайлов остался без блокирующего. 2-4. Алексей Кононов на подачу. Да, 2-4. Это, если смотреть, от подающих. От Казанцев Перин блок упирается. Да, ну, как-то не было вариантов у канадца. Здорово, буквально закрыли пространство. Да, вот замедленной съемки. Тут руки Сэма Деру полностью перекрыли любые направления для Джона. 3-4. Алексей Кононов. И ошибается. Это аут. Не все получается на подаче у Казани сегодня. Да, делали они подарки Локомотиву и в первой партии. И вот сейчас первая ошибка на подаче у гостей. Но Локомотив в первой партии пусть и немножко не хотел, но этими подарками воспользовался. Переходящий мяч заработал Джон Гордон Перин для своей команды. Ошибается Дмитрий Волков. И Амар Курбанов с радостью пользуется такой передачей на сетку для себя. Именно так и есть, да? Здорово. Воспользовался чужими ошибками. Но, как вы говорите, ведущие на стадионе ошибки соперника это наша заслуга. 6-3. Еще раз Дмитрия Волкова, но здесь он справляется. И передача на Максима Михайлова. И очень много оставляет Амар Курбанов линии Максиму Михайлову. Как он так попадает между руками Амара и антенной площадку почти в шестую. Нет, сейчас не между антеннами, да. С этого ракурса видно, что между блокирующими прошел мяч. Михайлов на подачу. Справляется Семен Кривиченко. Идеальная доводка. Смягчают Дмитрия Лызика. И передача на Макса. И отблоковал. Остыгрывается Максим Михайлов. Говорила я, что не самые радужные цифры у него были в первой партии. Но при счете 5-6, мне кажется, уже 4 очка Максим Михайлов свои заработал. Да, что удается пошло. Были такие отрезки в первой партии. Но помним, когда казанцы начали поддавливать. И тогда вовремя план Константинов взял тайм-аут. Посмотрим, как будет сейчас. Ошибается Максим Михайлов. Ну вот очередной. Такой раз очередной момент, когда может быть и психологического давления. А Зимит Казань не выдерживает. Конечно, тут весь зал так поддерживает локомотив. В унисон хлопает хлопушками. Да, огненная атмосфера. И даже такой опытный человек, как Михайлов, ошибается. 7-5. Дмитрий Лызик на подаче. Был у него из прошлой партии. Сейчас классная подача. Выбитый мяч. Это будет просто переброс. И ошибся Дмитрий Волков. Ну, хотел он накатить. Но попадает в сетку. 8-5. Да, ну, конечно, в трос. Здесь совсем чуть-чуть мяч не перекатился на сторону локомотива. Ну, отметим, конечно, заслуга подачи. В первую очередь Дмитрий Лызик. Так зло попадал, что... В общем, очко уже было у локомотива в кармане. Еще одна. Это ошибка. Это аут. 6-8. Нет пока больше двух... Не было еще больше двух очков. Долго не держалось вот это преимущество локомотива. Да, ну, сценарий первой партии развивался. Примерно так же долго шли. Вровень потом немножко локомотив ушел вперед. Оказывается, потом сравняли. От Росова принимает Илья Скуркаев и блокирует Амара Курбанова. И все так долго смотрят, как летит этот мяч. Все игроки... Да, блин, надеялись, что в аут, но нет, площадки. Стояли очень близко в четвертом мете. Никого не было на задней линии. И проводили взглядом они этот отскок. Никто не мог спасти никого. Никто бы не успел к этому мячу. Хорошая подача у гостей. Лубурич. Закрывает и его еще блоком. Два блока подряд у Казани. 8-8. Да, ну и что? Константин будет брать тайм-аут. О чем-то общается в плане с Абаевым и Куркаевым. Мне кажется, это больше к Константину Абаеву лично относится. Да, да, именно так и есть. Куда отдать передачу, но кого в какой момент. Здесь ошибка на подаче Сэма-Дыру. Ну что сказать. Очень вовремя для Локомотива. Он немножко сбит этот порыв. И вновь общается тренер Локомотива с Абаевым. Тут уже передал указания Ильясу, а на подаче у нас как раз Дражин Лубурич. Хорошая подача, выбитый прием у Казани. Это будет передача на Максима Михайлова. И здесь на тройном блоке. И что, было касание? Не было касания. Настаивают игроки Локомотива, что касания не было. Но и не спорят игроки Казани. Не просят они просмотр, что было это далеко. Хотел по пальцам сыграть Макс Михайлов. Вербов очень спокоен. Даже никаких попыток поспорить. Действительно. 10-8. Возвращает себя преимущество в 2 очка. Вон Сибирский Локомотив. Ну и Дражин продолжает терроризировать Казанцев. Еще один эс. Еще один эс. Дмитрия Волкова на этот раз. Сразу берет тайм-аут Алексей Вербов. Вербов понимает, что 3 очка во второй партии. Тут нужно тормозить и выдохнуть своим игрокам. И притормозить пары Дражина Уборича. Да. Иначе догнать будет очень трудно. Мы давайте послушаем, что нам скажут. Добрый. Возможность эс-аута, когда принимаем. Да, они больше легко. Они закрывают глаза и бьют. Бэйд пониже. Лысик не укорачивает. Лысик не укорачивает сейчас. Максимально низко. В защите вы не захотите прыгать на эти. Лысик не укорачивает. Все дальше он сделал хорошо. Как я вам и сказал. 16 кон протаг в первой партии у нас было. 16. Мы все делаем нормально. Немножко голова холодная. Потому что мы легкие лечи на эмоциях. Куда отдаем. Горячая сердца, холодная голова. Я спешу. Какими фразами говорит Алексей Игоревич. Ну просто приятно слышать. Голова, горячее сердце. Да, отметила я тоже для себя, что на 4 раза атаковали казанцы больше, чем локомотив. И при этом все равно разница была в пользу локомотива. Да, что здорово защищались. Но очень часто просто перебрасывали мячи на сторону локомотива. А продолжает подавать Дражин Лубурич. Да, хорошая подача. Ну а как, кстати, фразу? Они закрывают глаза и бьют. Семен Кривиченко играл в защите. Но здесь мяч улетает в трибуну. Да. Девятая очка казанцев. Да, отметил Алексей Игоревич как раз-таки тот момент, что локомотиву нечего терять. Либо пал, либо пропал. Либо закончится серия сегодня в Новосибирске с Казанью. Либо состоится переезд в Казань. Казань, да, на пятую игру. Действительно, локомотив прижат к стенке, но сражается отчаянно. Я не думаю, что, конечно, кто-то закрывает глаза, когда бьет. Особенно, когда это делает Ильяс Куркаев. Тут все здорово. Идеальный прием Семена Кривиченко. И по высоте, по темпу передача Константина Абаева. Ильясу идеально в руку. Тут ни блокирующие, ни защитники не справятся с таким ударом. И у нас на подаче Амар Курбанов. 12-9. Трос помогает принимающим Казани. И снова заднюю линию подключает Майка Кристенсен. И снова забивает. Вроде бы был там тройной блок. Но находит вот эту лазейку. Но он был такой немножко с прорехами, я бы сказал. Он был с большой прорехой. Вроде бы прыгало три игрока. Но по факту два и один. И один сбоку, да. 12-10. Есть приемы локомотива. Выбитый на тройном блоке Бурьон Гордон Перин. И это враталки вот он мяч. Чужолый мяч забивает канадец. О да, вроде бы немножко не в темпу передача пошла. Но справится. Здесь, думаю, я и он видел, что такие шесть рук против него. Такой забор выставили, да. Нет вариантов практически, кроме как бить под руку. Да, из такой широты нет направлений много куда бить. Лучше скинуть большая вероятность на выигрыш мяча. Классная подача Ильяса Куркаева. Есть приемы указаний. И тут все здорово, Максим Михайлов. Прекрасно действует во второй партии в атаке. Да, не придерешься. Вот он опыт. Олимпийский чемпион Максим Михайлов. Но на подаче Дмитрий Волков. Поигравший Казанцев 13-11. И снова ошибается Дмитрий Волков на подаче. Ну, снова это вовремя для новосибирцев. Как раз не дают, ну, сами себе получается, казанцы шанса на то, чтобы сократить вставание до минимума или сравнять. 14-11. Константин Абаев справляется Дмитрий Волков и Сэм Дру. Хороший блок. Тут страхует Казань. И передача на Максима Михайлова. Все забивает он с любой передачи. Это Дмитрий Волков сейчас пасовал ему. И все здорово. Да, ну, что ли? Михайлов против новосибирского локомотива. Так, заглавим вторую партию. Здорово играет, конечно. Но Михайлов в этом сете. Да, если в первой партии там очень много действовали первые темпы. И еще два крайних. Но здесь свистят все-таки. Это ошибка. Да. Не очень хороший был прием. И сразу же пришлось тут... А нет очко. Почему-то у нас на другое очко поставили. Не туда. 14-13. Ну, это ошибка в трансляции. Я думаю, что все-таки Дмитрий Лызик был в сетке. Вряд ли там Артем Вольвич. Есть доводка у Амара. И вот повторение этой передачи. Здесь все четко. У Дмитрия Лызика забивает Дима. Да, хорошая комбинация. Ну, и опять же вовремя. Вновь не дает подобраться психологически. Я думаю, казанцам постоянно догонять. Немножко тяжеловато. Особенно при таком давлении трибун. Какая-то странная подача Джонат Горда до Перина. По какой-то траектории мяч полетел странно. Действительно. И очко в пользу Зенита. Да, тут сложно было не принять такую подачу. Возможно, не очень удобно подкинул себе мяч. Да, не попал по мячу. Или отступился может при прыжке. Ну и Михаилов подает. Главный герой второй партии. 15-14. 14-15. Все-таки пока Локомотив впереди. Да, справляется Семен Кривиченко. Здесь снова не очень в темп Дмитрию Лызику. Только скидывать. Но страхует Константин Абаев. И Драждан Луберич на тройном блоке. Было касание блока. Но спасают этот мяч гости. И в сетку. Вот такие какие-то ошибки сегодня в игре у Казани. Которые им не свойственны. Как будто во второй партии. Это уже вторая такая атака в середину сетки. И в нужные моменты не подачи. Да, и тяжело было атаковать. Действительно. Вот в предыдущем матче, который был позавчера, таких моментов, по-моему, не было. Перебрасывали двумя руками такие все моменты игроки из «Зенита». Играли там понадежнее. Они рисковали. Да. Старались просто перебросить. А тут риск. Но пока он не очень оправдан. Артем Вольвич забивает. Да, первый камп прошел у Казанцев. Вновь внимальные преимущества «Локомотива». Увызик с Константиновым о чем-то общаются. Вроде здорово выбрал место Константин Абайев. Но прямо в него мяч летел. Не среагировать. Но и ошибка в темно-другом. Кто-то не подсказывает, что, возможно, будет скоро замена доигровщиков указания. Достаточно большое количество квадрят ошибок совершил Сэм Деру. Но пока 17-15. Дражин лубы личной подачи. И здесь уже ошибка у «Локомотива». Да, ошибается. А Дражин, можно сказать, что не вовремя. Но ошибки вовремя, конечно, не бывают. Но опять... Думаю, что Дражин тот человек в этом матче, кому не может быть претензией на подачи. Да и вообще, в принципе, учитывая предыдущие игры, да и сейчас. Дражин хорош, Вольвич на подаче. Справляется Семен Кривиченко. Идеальная доводка. И красивый первый темп от Илья Сокуркаева. Ну да, против такого нет приема, учитывая рост Ильяса 208 сантиметров. Прыжок высоченный. Ну и первый темп, есть первый темп. А Марк Курбанов на подаче. Вновь плюс два позже Новосибирь. Видим мы Юрий Бережков, который готовится выйти на усиление приема вместо Мара Курбанова. Часто, можно сказать, в каждой игре видим мы эту замену. В прошлой игре вместо Юрия Бережкова заиграет в защите Семен Кривиченко. Михайлов не забил. Как жалко. Вот это нужно допасовывать идеально. Вот сейчас, конечно, тут повезло, что сработал блок. И площадки мяч. Но здесь мяч за мяч, вау, все вроде как отдают мяч локомотиву. Но будет просмотр от Казани. Ну хочется сказать, что когда вот так вот без блока Лидера достает в защите от основного забойщика. Да, такое надо, конечно, до игры очень забивать. Это нужно допаснуть идеально до своего партнера, чтобы он в ответку забил. Это был такой прилив эмоций сразу у команды, что очень тяжело будет. Вот этот момент повторяется. Не очень, неаккуратно паснул Гражин Луборич. Только переброс, но там хорошо сработал блок. И что же, отдает очко Костян. Мяч в площадке попал все-таки. Да, сюжет. По-моему, первый видеопросмотр, который для Вербова оправдался в этом матче. Вот она замена. Юрий Бережко выходит на площадку. Пропустил он в прошлый матч. Был не в заявке. По медицинским показаниям, но быстро смогли восстановить Юрия Викторовича и Майка Крисенсен. Думаю, сразу в него. Но тут Семен Кривиченко перекрывает своего партнера. Перин не забивает. Дмитрий Волков на тройном блоке. Закрывает его. Здорово. И в этом эпизоде классно все. И помощь партнеру от Семена. И перемещение блокирующих. Да, очень вовремя, конечно. Этот блок у Локомотива сработал. Кую скидку достал еще Майка Крисенсен. Хочется отметить. Он был с подачи, но успел все равно. Да, 19-17. И вновь Ильяс. Он будет подавать. Если я правильно помню, один эс и одна ошибка в этой партии у него есть. Еще в защите играет Илья Спрухаев сейчас. И снова недоигрываем мы эти мячи. Да, неудачно оно. И что-то там... Дмитрий Волков забивает переходящий мяч. Это будет просмотр. Игроки Локомотива настаивают, что сыграл Дмитрий Волков на стороне соперника. На их стороне, что мог Джон Гордон Перин перебивать этот мяч. Но нет, здесь не было ошибки. Смеется Дмитрий Волков. Просит, да, смотрите, смотрите этот момент. Но тут он прав. Не было. Но дрожил Лубарич очень активно стекулировал. Не такой быстрый просмотр, как было это в первой партии. Ну там Алексей Горбат дважды браул, дважды решение было не в пользу казанской команды. Спрашивает Майка Кристенсен об этом эпизоде. Джон Гордон Перин каждый раз находится около судейской вышки, когда Майка Кристенсен хочет поговорить с судьей и контролирует обстановку, чтобы не было ничего лишнего сказано, что если что, ребята, я тут все слушал. Ну и действительно не самый, видимо, простой эпизод для вердикта. Возможно, с ракурса, который был у нас, мне показалось, что нет там ошибки, а здесь нет. Приглашается первый судья матча, будет смотреть этот момент, за ним будет решение. Да, ну вот на стадионном табло у нас 19-18, в нашей графике 19-17. Ну просто еще очко не выставили. Ну, может быть, будет спорный ночь? Возможно, будет спорный. Все-таки там техника лучше. Показывает под разными ракурсами, можно посмотреть эпизод и возможно и правда перенес Дмитрий Волков руку на сторону локомотива в этот момент. Да, ну тяжелый момент, кстати, достаточно важный момент, потому что уже концовка партии близко. Эта пауза может повлиять на обе команды по-разному. Кому-то сбить запал, кому-то наоборот немножко выдохнуть. Да, ну вот так визуально казанцы чуть поактивнее разминаются, чтобы не остыть. по этому процедуру меня прохота принято решение, что мячу дается команде Зенита. Нет, все-таки мяч у Зенита все чисто сыграно у Дмитрия Волкова. Написано, что это касание сетки. Нет, ну просто нету просмотра переноса игры на чужой стороне, поэтому всегда берется касание сетки. Смотрели это. Пламен Константинов уверен, что побоялись как-то по-другому среагировать в сути, но мне тоже показалось, что все чисто было в этом эпизоде. 19-18 так или иначе гости на подаче и ошибаются. Это вот тот момент, когда нужно было подавать Дмитрия Волкова, когда такой спорный мяч долго решался, два сети смотрели и твоей команде отдали розыгрыш, то лучше подать, чем ошибиться. понадежнее, да, попроще может быть где-то, но действительно подачу выполнить. Достанетин Абаев есть прием указаний с задней линией играет в защите, но тут играет в трибуну. Очень очень агрессивная атака Дмитрия Волкова. 20-19 буквально гвозь. Замена в команде не спасти. Михаил Лобинский не ту взял и что, просмотров? замены, не будет замены. Не ту дали табличку Михаила Лобинского, должен был он выйти на усиление подачи вместо Алексея Кононова. Что-то объясняет сейчас столику второй судья. Это задержка времени, поэтому отменили замену. Дали табличку ему номер 4, это номер Артема Вольвича, следовательно, замену не разрешили провести. Будет подавать сам Алексей Кононов. Очень обидный такой, наверное, эпизод для Казани. Но это ошибка тренерского штаба, наверное, и ошибка на подаче. Ну, вот здесь должен был помочь Алексей Кононов своему своему тренерскому штабу как раз, потому что если ошиблись, то есть усиление нашей подачи. Вместо Джона Гордона Шрина входит номер 6, Василий Молотков. Наш молодой талант. Диагональные Локомотива больше всех получает он передачи в молодежной команде. Насколько я видела, хорошо реализует их. Да, ну и посмотрим. Ох! Да, ну это нервы. По его лицу не могу сказать, что прям сильно он нервничал. Как будто очень уверенно вышел на площадку. Ничего страшного. Уверена, что будет пробовать пламен Константинов его еще и в следующей партии на усиление подачи, а сейчас 20-21. Пытался, по-моему, пламен тайм-аут сейчас взять. Что-то такое здесь жестикулировал, но нет. Продолжаем играть. Есть прием. Джон Гордон принял и Дмитрий Лызик. Как здесь здорово. Два блока прыгали на него и все равно со своей высоты забивает Дима. Тут идеально разыграл Константин Абаев. Передача, конечно, очень удобная и так по месту все пришлось в темп попал. Здорово. Сыграно 22-20. Сам Лызик отправляется на подачу. Снова четыре принимающих. Как часто в Новосибирске против локомотива Казань выставляет четырех принимающих. Справляется Илья Федоров и передача на Максима Михайлова. Дмитрий Лызик пасует на Юрия Бережко и закрывает Юрия Бережко. Остался он на переднюю линию. Не стал делать обратную замену пламен Константинов, как сделал в Казани, выпустив обратно Амара Курбанова. Были вопросы по этому тренерскому решению, заданному главному тренеру не отнают в миг-зоне. Вот, возможно, это один из ответов на вопрос. Журналистов. Да, Сэм Деру на подаче. Справляется Семен Кривиченко и задней линии подключает Джин Гордон, оно было неудобно ему и играет в защите и брейковый мяч забивает Дмитрий Волков, сравнивая счет в партии. И тайм-аус, сразу же тайм-аус билет Константинов. Да, неудобно было атаковать немножко по высоте и по темпу. Послушаем. Далла сделала все на софи. Останавливаем руку, чешим мяч. Мы в плюс на остановлю руку. На ху-куны дау. Дай! Все правильно говорит главный тренер Локомотива, что мы были в плюсе и что как будто правда боятся атаковать игроки Локомотива. Не атакуют полную силу методы агрессии, с которой сейчас атаковал Зенит. И что нужно сняться, нужно забить. Да, растратили новосибирцы свое преимущество в самой концовке партии. Но это как раз повторение прошлой игры, позавчерашней игры. Да, вторая партия тоже была очень упорная. Но я хотел вспомнить как раз концовки матчей в Казани, когда сам же Кламин седал на то, чтобы все концовки были под соперником. Хочу вспоминать концовку прошлой игры, которая была в Новосибирске, чем концовки идеальный прием и передача опять подключает и здесь все здорово. Здесь удобно было Джон Гордону и забивает. Да, высоченном прыжке. Да, и не успели блок выставить Казанцы и тот же тайм-аут. Берет Алексей Верба. Ну, что же он сейчас скажет? Я думаю, да, все знаете. Не спешить только в атаку. Высокий мяч ожидается. Старк, потише. Да, да. Посмотрите трос. Я тише. Тише тросик, да? Внимательно. Да, тоже тоже опасно. Все, дальше играем. Отлично все делаем. Не спешить. В атаку и прием спокойствия. Да, все остальное защита, атака, агрессия. Сначала прием, сначала прием. Подача, прием. Спокойно. А вот блок, защита и атака, агрессия. Хорошо тоже звучит. Говорит, посмотреть вербов от троса, то, что может сейчас быть на подаче. Луборич будет специально в тросце ли? Нет, что будет смягчение от троса, получится укороченный мяч, а до этого он сказал, чтобы принимающие отошли дальше, назад, что он не укорачивает, но здесь просит просмотры, дрожан Луборич, что считает, что коснулся мяч линии, но... В динамике эпизода не казалось, что мяч попал в площадку. В динамике точно не казалось, но бывает, что расплющится и коснется чуть-чуть ленточку. Да, ну и мы вспоминаем, как здорово Пламен брал свои просмотры в предыдущем матче. Мяч за, мяч далеко. что мяч был за. Запрос команда Локомотив не был до предварянки и не осталось ни одного запроса видеопросмотра в этой партии. Да, просмотров у Пламена больше нет. 23-23. Вот это несостоявшаяся замена до этого. И Михаил Лобинский выходит на усиление подачи. Здорово он вышел в игре в Казани. Очень вовремя. 23-23. Молодой доигровщик на подаче. Справляется с приемом Семен Кривиченко идеальная доводка и все здорово. Здесь тоже как будто не совсем в темп, но завис или оскуркает со своей этой высоты просто во второй метр как будто забивает. Здорово, Илья все сделал. Лобинский он на площадке вверх. Действительно, вот в замедленном повторе очень красиво как будто парил над сеткой 20 номер локомотива. 24-23 и сэрбол в Новосибирце. И Юрий Бережко на подаче просто планеры доводка и первым темпом ошибается Алексей Кононов. Какая ошибка центрального блокирующего роковая можно сказать для этой партии. Да, даже не то, что можно сказать, а так и есть и на своих ошибках Казаня все-таки отдает концовку локомотиву 2-0 25-23. Да, и никаких сомнений на этот раз никаких споров у казанской команды 2-0 по партиям. Ну что, локомотив сделал еще один шаг к тому, чтобы сохранить себя в плей-офф, ну а мы вернемся после паузы. Субтитры создавал DimaTorzok 1-2-3 ПОПИСКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ПОПИСКОЙНАЯ МУЗЫКА 1, 2, 3, fire! 1, 2, 3, fire! 2, 3, fire! 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 Возвращаемся на площадку. Локомотив «Зенит-Казань» 2-0 после двух партий. И у нас на старте третий сет, третья партия этого интереснейшего матча. Напомним, что 2-1 в серии. Казанцы ведут, но это пока локомотив в одном сете от того, чтобы продлить свое пребывание в плей-офф и перенести решение вопросов об участнике финала в Казань на пятую игру. Команды уже на площадке. Все готово к старту третьей партии. И видим мы сразу изменения в Казани произошли. Олимпийский чемпион добавляется в стартовый состав. Номер 7 Александр Волков. Центральный блокирующий. Не было еще его в этой серии. Плей-офф на площадке. Хотя большую часть регулярного чемпионата провел Александр Волков в старте. Увидела просто Дмитрия Волкова на экране. И сразу внимание переключило чуть-чуть. Да, Александр Волков самый опытный в составе казанской команды. 85-го года рождения. Ну что. Такой шаг Алексея Вербова. Посмотрим, к чему приведет. Может быть, что-то в игре о гостей поменяется. А у нас Марк Урбанов будет на первой подаче в третьей партии. Ну, не самый лучший выход Алексея Кононова был в этой игре. Поэтому, собственно, замена логична. А поскольку встречу начинал Дмитрий Щербинин. Ой, здесь ошибается Марк Урбанов. Но свистят мяч локомотиву. Но была сетка у Казани. Сами ошиблись игроки. Марк Урбанов атаковал ваут, еще руки блокирующих. Но была сетка у казанских игроков. Но можно сказать, повезло немножко. Локомотива в этом эпизоде. 1-0. По-моему, во всех партиях новосибирцы повели первыми. Или в счете. Так и на этот раз хорошая подача. И прием. Справляется Илья Федоров. Здесь нужно страховать. Будет допасовывать Семен Кривиченко. И Дражин Луборич смягчает его. Будет доигровка Казани. Макс Михайлов в аут. Но кто... Просмотр, по-моему, просит... Да. Нет, отдает мяч... Просто показывает линейный судья, поднимая флажок. А главный судья как будто показал, что мяч у Казани. Поэтому это просмотр Новосибирска. Да, Пламен активно жестикулирует. Пламен Константинов просит посмотреть этот эпизод. Поле аут. Поскольку линейный показал, что мяч за. Но игроки Казани были очень уверены, что мяч в площадке. Главный судья тоже уверен был, что мяч в площадке. Ну и вновь очень быстро все посмотрели. И что, еще один просмотр? Просмотр на просмотр? Это было касание блока. Но касание блока здесь... А касание блока, это значит, все-таки смотрела Казань. Значит, мяч все-таки отдали Новосибирску. Да. И второй просмотр, насколько я понимаю. Теперь мы берем... Да, то есть изначально мяч отдали Новосибирску. Казань запросила просмотр блока. Блока не было. А почему тогда мы сейчас смотрим поле аут? Если нам отдали мяч и смотрели касание блока. В общем, пропустили на этот момент. Вот сейчас, да, очко Казани. И сейчас смотрят мяч в площадке. По итогам процедуры видеопросмотра приняли решение, что мяч в площадке. Но у кого сгорели просмотры, поскольку были оба... Второй просмотр инициировал главный орбитр. По-моему, так. Не совсем это показали в трансляции. Не было... Да, ну будем считать, что... Видно и понятно, один просмотр локомотива, я думаю, точно сгорел. По крайней мере, Пламин об этом активно жестикулировал. Но что-то не может... Не разобрались все равно до конца. Затягивается пауза. Пока у нас пауза. Посмотрим немножко на статистику. Полностью по блоку переигрывает Казань локомотив. 7 против 3. А локомотив лучше в атаке. 50% реализации всех атак. 12 очков больше всех передач получил Джон Гордон Перин. Забил из них ровно половину. По 10 передач у Дмитрия Лызика и Дражина Луборича. У Лызика 60% забитых. У Дражина все так же 30%. А у Казани больше всех передач получил Максим Михайлов. Герой второй партии, но который не спас свою команду. И главный арбитр, по-моему, вносит уточнение в протокол касаемо того, кто же заработал очко у Казанского Зенита. Не очень хорошо. Вам слышно, о чем общается столик с арбитром. Затягивается пауза. Но это точно не просмотр. Это какие-то у нас процедурные моменты. Нужно, чтобы протокол был в полном соответствии. Да, все, закончилось. Да, счет 1-1. И хочется еще отметить, что на подачу у Локомотива 6 ошибок и 6 выигранных. Не знаю, когда в последний раз я видела такие цифры в этом элементе. А у Казани 10 ошибок 1С. И Дмитрий Волков добавляет еще одну ошибку. Не идет игра на подачу Дмитрия Волкова в Новосибирске. Не складываются его пушечные подачи, к счастью, для Локомотива. Да, и в очередной раз мы можем консортировать, что после паузы, после какого-то критически важного момента просмотра, казанцы ошибаются сами. Как говорят, в теннисе невынужденная ошибка. Ильяс. Все хорошо. Играет в защите Ильяс Куркаев. И передача на Дмитрия Лызика закрывает его. Передача на Дражина. Тут точно сербский диагональный. И не спорят казанцы. Мяч в площадке. 3-1. Впереди Локомотив. Да, и такой мужской жест показал Ильяс Куркаев. Ни тот трибуном, ни тот в сторону главного арбитра помахал. Так кулаком, так сказать, не надо ничего придумывать, спорить. Общаться с судьей. 3-1. Локомотив вновь впереди. И снова Ильяс. Нет. Ошибается сейчас Ильяс Куркаев. 2-3. Вольвич возвращается на площадку у гостей. Значит, Александр Волков на подаче. Если Артем Вольвич на передней линии, все верно. Будет подавать капитан команды. И здесь от троса готов Дмитрий Лызик принимать это. Но закрывает одиночным блоком сейчас Максим Михайлов, Джон Гордона Ферина. Примечательно, что даже в такой ситуации был готов нападать Дмитрий Лызик. То есть он в падении принял. И со своими 2-13 успел встать и еще подпрыгнуть на эту передачу. Ну, что же, Локомотив готов биться до конца. И опять трос помогает гостям. И это Ильяс. Еще и вышел, затруднил. И еще и Ильяс подал. Александр Волков очень уверенно начинает третью партию. Мне кажется, Абаев был готов спасать этот мяч. Но как он так посмотрел на партнера. И ему было потеряно 3-4. Первое лидерство Зенита в этой партии. А Марк Курбанов принимает. И Дмитрий Лызик. Первый танк не проходит у Локомотива. Семен Кривиченко без блока играет в защите. А Джон Гордон Перин на тройном блоке отыгрывается. А вдруг блокирующий. Тяжелый мяч сбивает канадец. Но очень важный. Важно сейчас было не дать, конечно, казанцам идти вперед. Но пусть на 2 очка на то не менее. Вообще, по-моему, у Хачкова преимущества у казанцев в этом матче еще не было. Да, очень важно Локомотиву держать эту концентрацию, которая была у них первые две партии. И не ослабевать ни подачу, ни атаку. Тут достает защите. Семен Кривиченко готов был Джон Гордон помочь ему. И здесь есть защита. Нужно закрывать блоком. Да, вот она, Дмитрий Лызик. Ждал он Артема Вольвича. И очень важный эпизод сейчас. Да, психологически это, конечно, очень сильно должно помочь. Такая инъекция, если хотите, адреналина для Локомотива. Очень непростые мячи вытащили новосибирцы. Достали в защите два мяча подряд, оба без блока. И чтобы... Это первый раз, когда Локомотив в этой встрече отлавливает центральным блокирующим блоком. Было, видели мы это в обратную сторону, что классно действовали блокирующие Казани. И вновь блок работает. Но есть страховка у казанцев. И здесь пробивает Сэм Деру. Не успевал Дмитрий Лызик перенести руки. Поэтому мяч проваливается на стороне новосибирцев. Да, 5-5. Не удалось развить преимущество новосибирцам под руки. Хорошо попали гости. Очень уверенно начали партию казанцы. Видно, что они не собираются, а не сдаваться. И... Да, и Михайлов. Вновь чиркает по тросу мяч. Даже Луборич на крайном блоке из четвертой зоны забивает. Очень эмоциональный был удар по мячу. Я думаю, всем понравилось, зрителям яркий момент. Не отпускает ни одна команда вперед другую. И Джон Гордон Перин. Хорошая подача. Есть прием указаний. И Максим Михайлов забивает заднюю линию. Да, по-моему, в Перина попал. Тяжело было что-то придумать. Да, коснулся мяч на руки канадцам. 6-6. Снова в Дмитрия Лызика. Готов Дима и Амар Курбанов по рукам. Забивают. Не успевают на такой далекий отскок защитники Казани. Да, но тоже тяжело было на Амару сейчас в этой ситуации. Немножко его в угол загнали. Не было пространства. Но от блока в аут, от рук блокирующих. Пожалуй, единственный вариант, который сработал. 7-6. У нас локомотив впереди. Ну и что? Нам покажет Дмитрий Лызик на подаче. Хорошая подача. Но справляет Илья Федоров и первый темп. Все прекрасно в этом эпизоде. Артем Вольвич. Очень уверенное действие в атаке. Да, действительно. Вольвич все четко прочувствовал. Подключили первый темп Казанцы. 7-7. И само лишь будет подавать. Мягкий планер. Переходящий мяч. Но здесь Александр Волков. И какой блок от Курбанова. Амар Курбанов. Первый его блок в этой игре. Одиночный блок. Какой важный. Да, и немножко неожиданно даже, да? Такой момент. Еще и на Максиме Михайлове. На Михайлове. Которого давно не удавалось закрыть Новосибирску. Да, на лидере соперников. Хороший динамичный момент. И Лугурич на подаче. Справляется Илья Федоров. Идеальная доводка. И Дмитрий Волков на разорванном блоке забивает. Да, вроде бы успели. Новосибирский блок выстрелить. Но такой тоже опять же спровехал. Он оказался. Немножко. Было пространство атакующего. Куркань. Чуть-чуть не успел. Не ошибаются. Ушибается американский связующий. Казан как будто сами не дают оторваться, перегнать Локомотив себе. Вот это мы уже отмечали. Что как только вот какой-то критический момент, и есть шанс для казанской команды вырваться вперед, переломить ход игры, что-то не работает у гостей. Локомотива, все хорошо, и это есть. Браво, Марк Урбанов. Очень здорово подошел к самым важным играм. Этот доигровщик, начиная с одной четвертой с Белгородом, прекрасно показал себя. Да, была одна провальная игра у него в Казани, но, скажем так, не могу сказать, что все остальные игроки Локомотива феерили в той игре. Выиграли здорово, да. Но вот сейчас отблоковаут. 10-9 отыгрывают одну очко. Зенит, но это была хорошая подача. Курбанова. Да, через всю площадку пасовали Максиму Михайлову и отыгрался на тройном блоке. А это замечание Казани за то, что чересчур эмоционируют они на сторону противника. Нельзя так делать. Вот уже Илья Скуркаев завелся, потому что так не может быть. Скуркаев и Майка Кристин, если он о чем-то спорит, то есть вы знаете, на каком языке они учаются. Скуркаев. Тут уже все спорят, но, если честно, видела я момент и понимаю, за что среагировал Илья Скуркаев, потому что все-таки нельзя так делать. Повернитесь в кружочек, покажите все, что вы хотите друг другу, но на сторону соперника нельзя показывать какие-либо такие жесты. Второй орбитер пошел совещаться с главным судьей. Доволен Илья Скуркаев собой, что вывело эмоции всех, что забегали судьи. С такой прям ухмылкой он подошел к главному тренеру, что-то ему рассказал, видимо, о произошедшем. Да, ну и использует оба наставника эту импровизированную паузу для подсказа своим подопечным. Покруг ее бы во всех кружочки. Покурит арбитр вернуться. Все-таки тайм-аута не было. Мне кажется, я никогда не слышала столько свистков в одном моменте, чтобы главный судья продолжал свистеть, а никто не реагировал. Да, никто на него не реагировал. Да, и желтая карточка. Кому? Майки Кристенсену и Илья Сапуркаев. Оба игрока получили желтые карточки, но улыбаются друг другу. Значит, конфликт между собой, естественно, исчерпан. Сейчас они могут искать друг друга на площадке, такое бывает. Ну, это очень тяжело сделать связующему и центральному блокирующему все-таки. Но все возможно. Да, эпизоды бывают разные. Ну, и опять у нас такое-то совещание казанских игроков с главным судьей. И Илья Сапуркаев просто готов. Ну, и Майки Кристенсен по его лицу, тоже по его жестам. Видно, что веселятся оба, задевают друг друга, но здесь непонятно, кому как эта пауза скажется. Притормозит она одних, даст импульс другим. Наверное, все-таки стоит продолжать игру, закончить все эти баталии. Дали эмоции себе, эмоции болельщикам. Зал. Да, ну, зал сейчас должен помочь локомотиву в любом случае. Есть передача на Дражина, играет в защите Майка Кристенсен, но он заряжен после этого эпизода. На тройном блоке Сэмдеру решил скинуть первый темп и забивает Александр Волков. Вот он, Джокер Казани, можно сказать, который добавил им уверенности. Причем во всех элементах. Он вышел, поставил блок, вышел на подачу, подал эйс. Здесь сразу в атаку забил. Немножко вот этой уверенности, может быть, и не хватало Казани. Да, это опыт. Браво, Семена. Хороший прием. И забивает Дражин Луборич. Пробивает он руки как раз-таки Александра Волкова. Не дают они выйти вперед Казани. 11-10. Важнейшее очко тоже было. Вот из таких микромоментов, в общем-то, все впечатление от матча и складывается. Говорит во много на нем характере и любоуверенности в своих силах. Пока что все складывается для Локомотива удачно и Илья Скуркаев на подачу. Да, если Майка Кристенсен после конфликта сыграл в защите, то Илья Скуркаев ошибся. Да, ну что ж, получается этот выигрыш эмоций был не в пользу блокирующего Локомотива. 11-11. Выбитый прием у Локомотива и на тройном, на двойном блоке будет как интересно сыграл сейчас Джон Гордон Перин. Очень хитрой и видел центральный блокирующий, что будет скидка, бежал вперед, а понимая, что не Либера на площадке, Александр Волков, вот Джон Гордон Перин решил вот так вот скидку галекую в угол. В угол, да, это как попал. Тут было очень тяжело найти свободную свободную зону, но получилось. Тут оставили Сема Дару вообще без блока. Человек атаковал ну практически да, да. Без блока прыгнули с первым темпом оба блокирующих. Тянулся руками Луборич, конечно. Тянулся Дражин Луборич, но очень много открытой линии было ему. И Михайлов на подачу. 12-12. Это эйс. Это очень важный эйс. Еще не было эйса в этой серии в Новосибирске Максима Михайлова. И вот очень важный момент подает. Здесь не разобрались Джон Гордон Перин и Семен Кривиченко. Возможно, Джона привык, что когда Роман на площадке он берет на себя не то, что половину, мне иногда кажется, что Роман берет на себя 70% площадки, забирая все стыки. И тут, возможно, чуть-чуть не договорились, не дополнили друг друга. Зато здесь все идеально. Классный прием Семена Кривиченко и пайпа Тамара Курбанова. Да, отыгрывается локомотив. Вновь казанцам не удается развить свое преимущество. Хорошо попал Курбанов. Удобная высота. Все было здорово. И Джон Гордон Перин цепляет от Роса. Есть прием Казани. Играет Семен Кривиченко. Нет, не получилось. Вроде бы, может быть, даже и спас бы Амар Курбанов, но там зрители поймали мяч в руки. Он как будто добежал уже, но я думаю, что он бы сам туда не полез, побоялся бы кого-то вот здесь остановился, понимая, что очень далеко перепрыгает вот кого-то на людей придется ему. Я закончил. Можно и травмы нанести. Вновь Казанцы висит вперед. И сразу ошибка на подаче сравнивается. В очередной раз Казанцы ошибаются. То ли нервы, то ли, может быть, какие-то хитрые комбинации не получаются. Хотя сомневаюсь, конечно, что можно придумать на подаче. Вновь шанс оторваться неиспользованный зенитом. Но Дмитрий выйдет на подачу в локомотиве. Классная подача. Выбитый мяч и на тройном блоке будет атаковать Дмитрий Волков. Страхуя у Илья Федоров это могло бы быть второй передачи. Но не свистят арбитры. И тут на тройном блоке отыгрывается Омар Курбанов и Дражин Луборич пробивает этот тройной блок. Хочу отметить, блокирующий Казани сейчас как здорово они перемещались по осмотру. Я прошу прощения. Да, Алексей Вербов просит что-то не последнего эпизода, а до этого видимо с первой или второй атаки. Пока идет просмотр закончу свою мысль, что три раза по всей площадке успели блокирующие Казани тройным блоком перемещаться. Да, но был тройный блок от локомотива. первым. Это уже концовка эпизода. Это уже тот просит Майка Кристенсен посмотреть. Но по-моему здесь был блок как раз-таки касание сетки у игроков Казани. Вот конкретно в этом эпизоде точно и если сейчас что-то найдут до, то локомотив может смело в ответку посмотреть вот этот момент. Да, может быть просмотр на просмотр он может возвращаться. Арбитр. И очко Казани показывает главный судья. Да, было касание сильное у Амара Курбанова еще и заступ по средней линии. замена указаний усиление подачи вместо Артема Вольвича выходит Михаил Лобинский. В этот раз все нормально с нужной табличкой. Да, ну, бывает, что суматохи в ППХ не то схватили. 14-15. Одну очко преимущество казанской команды Лобинский будет подавать. Справляется Джон Гордон Перин и передача на Амар. Вот это да. Такого еще не было в этой игре. Чтобы на тройном блоке Амар Курбанов забил 4 по 4. Я вообще, наверное, не то, что в этой игре. Я не уверена, когда я от него видела такое действие. Мяч попал в 3,5 метра. Тройной блок, причем не самые маленькие блокирующие, могу сказать, там были. Да, и мы противостояли, но идеальное попадание, конечно. 15-15. Равный счет Дражин Луборич на подаче. И, по-моему, зря рискнул Дражин. Или, может быть, не очень хорошо. Ну, попал, как будто по мячу. Мяч далеко за. В этот раз помогает Локомотив Казань, оставляя в игре. Еще выходит вперед Казань. 16-15. Майка Кристенсен тоже обладает хорошей подачей. Еще один из такой же, который был в начале партии от Александра Волкова. И вот теперь уже на 2 очка впереди Казань. 17-15. впервые в этой партии. И везет Казанцам, надо отметить. В сантиметрах они были ошибки на подачу и дайм-аут. Тайм-аут будет план и Константин. Вашу зону 3 эйса взяли там, где вы. Значит, не можем постоянно кричим когда близко с головой. Вниматель, так красавица. 3 эйса 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 это в основном по центральным блокирующим и отчасти может быть и Константин Лобаеву что проходя мимо он тоже не среагировал но что 3 эйса в вашу зону это про центральных блокирующих что Дмитрий Лызик что и Ильяс Куркаев сейчас Да, но Ильяс так понимаю еще покачал головой мы слышат указания Константинова и 2 очка преимущество казанцев справляется Джон Гордон Перин и передача на Дражна Луборыча и ошибка не было касания мяч за это на 3 очка впереди теперь Казань и 18-15 да промахнулся Луборич по-моему редкая ошибка для него в этом матче есть прием у Локомотива и задней линии неудобно закинул передачу Константин Абаев ему за голову мог только просто перебрасывать но есть еще одна попытка и тут не самая удобная передача но выручает сейчас Амар Локомотив очень важное очко тяжелое трудовое такое не могу понять это игроки идут быстрее чем нужно или передачи под концов игры стали более завышенные получается что игроки готовы на более быстрые карты и сейчас оба раза довисали ждали этого мяча Амар Курбанов на подаче хорошая подача но справляются Максим Михайлов сам принял сам будет атаковать и Семен Кривиченко вроде достал но мяч на стороне соперника играет Дражин Луборич здесь нужно забивать этот мяч и забивает вот здесь все классно здесь Константин Абаев по высоте в темпу идеально Джону в руку и забивает Джон Гладен Перин сокращая отставание да 17-18 но не было особых проблем для Перина здесь отыграться в блоке ваут тайм-аут Казани команда Денис первые мячи которые мы смягчаем которые скидки которые считают надо сделать лучше выше но лучше мы не можем трансформировать нашу тайм-аут в хорошую высокий мяч для себя дальше высокий мяч не спеши майка даёт высокий вы сами выходите и любую непруху которая у нас есть только через свою игру и и все неудачные доигровки защиты перебросы что-либо еще делать повыше чтобы было время сориентироваться прицелиться ну и по-моему персонально к Дмитрию обращался Вербов 17 до 17 Курбанов на подачу Локомотива классная подача но идеальная доводка у Зенита и Александр Волков первым темпом забивает давных плюс 2 олимпийский чемпион капитан команды взрывается в самые нужные моменты лидерские вот эти качества которые сплотить команду показать на своем примере где-то подачу подать на выигрыш там забить тут смягчить классно вышел Александр Волков а Дмитрий Волков здорово подает это первый эйс Дмитрия Волкова в этой игре и 20-17 снова трехочковое преимущество указания тайм-аут пламена Константинова тайм-аут команда локомотива что-то пошло не по плану у локомотива посмотрим какие коррективы внесет наставный хозяев все правильно говорит пламен Константинов что не нужно расстраиваться Семену Кривиченко эта ошибка уже осталась в прошлом важен следующий мяч и также просит партнеров сняться с первого мяча что сейчас примем и надо забить сразу не нужно никаких доигрышей оставлять Казани принять и забить да все это наверное проще сказать чем сделать конечно Дмитрий Волков на подачу у гостей подача вновь допасовывает Дражин Луборич будет рисковать Джон Гордон Перин но было касание хотя не видят его не фиксируют судьи касания блока он как-то сначала дернулась рука в сторону локомотива главного судьи челлендж у локомотива просмотр на касание блока да ну вспомним мы как здорово Плавин Константинов брал просмотр в предыдущей игре собственно и решающая очка в матче была выиграна за счет видеопросмотра но вот в этом матче как-то не особо пока везло но быстро все решили инспектор со вторым на руки травм не было касания блока да здесь очень высоко мяч над руками блокирующих да и один просмотр остается у пламенных Константинов плюс 4 в пользу гостей в самый конец Бережко идет помогать локомотиву вместо Амара Гурбанова на заднюю линию на прием но тут уже расподавался Дмитрий Волков можно сказать два эйса подряд конечно второй мяч спасли но он тоже был близок к выигрышу и еще одна убойная подача и здесь переходящий зарабатывает Дмитрий Волков и еще забивают первым темпом Александр Волков 22-17 тяжело будет локомотиву вернуть эту партию главное чтобы сейчас команда не достопорилась вообще потому что очень важно вернуться в игру и даже если не спасти эту партию двойная замена локомотиве и Абаев также покидает площадку выходит Павел Круглов и Игорь Тесевич у Игоря Тесевича было три тренировки перед этим выходом пропустил он шесть недель из-за сломанного пальца Павел Николаевич выходил в играх в Казани в этой серии в первой игре где получил три передачи две из которых забил есть прием и передача на Джона он скидывает с ковер-блока обманывает он блокирующих и защитников да удалось на какую-то долю секунды перевисеть блокирующих хорошая скидка 18-22 но есть еще шансы побороться в этой партии у Локомотива все конечно будет зависеть сейчас от подачи Ильяса Куркаева да Ильясу в этой серии все время достаются вот эти тяжелые моменты концовки да ну что не получилось нестабильность подачи Ильяса в общем дала себе знать не в самый подходящий момент 18-23 и Александр Волков замена замена в команде Локомотив место игрока по номер 3 Игоря Ильясевича на площадке вернулся большая подача и не удается переграть на блоке и здесь тоже цепляют блоком это было очень не очень можно сказать здесь очень далеко от сетки была передача Константина Абаева не готов к ней был Дмитрий Лызин не ожидал да такой передачи и в общем особо вариантов то у него и не было очень низко было по высоте и Михайлов подает сетболу гостинин 24-19 ошибается Максим Михайлов 20-24 ну все-таки это зенит Казань и думаю что вряд ли получится Локомотив Дагнат начинать эту партию и все-таки да два раза по 3-0 будем честными чудес не бывает но главное сохранить вот этот заряд еще одна ошибка Казани 21-24 нет если Казань будет также продолжать помогать Локомотиву в этой игре то все возможно тайм-аут берет Вербов тоже видимо чувствует что он нельзя давать шансы локомотивы с трезвой головой парень все то же самое съемочек можно съемочек в этой игре сейчас важное очко важное это концовка это концовка я хочу быстрее мотово чем фору Александр Волков здесь взял на себя этот тайм-аут, говоря о том, что концовка важная очко и нужен съем. Спокойно принять и сняться, что требовал прошлый тайм-аут пламин Константинов от новосибирцев. Но здесь, может быть, больше речь не про то, чтобы догнать, перегнать, выиграть эту партию, сколько задел на следующую, вернуть уверенность Локомотиву и расшатать уверенность Казани. Вот она ошибка, это очко тренерского штаба. Пожалуй, 25-21 ошибается Джон Гордон Перри на подаче и 2-1 по парте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Возможно, и было, но Дражин Луборич на разорванном блоке забивает. Нужно немножко подышать игрокам Новосибирска. Это все от большого желания, все понятно, но... Да, эмоции начинают перехлестывать и, в общем, немножко так затмевать разум. Как бы все получалось в двух первых партиях, да и в большей части третий. Но сейчас немножко хаос на площадке. Ой-ой-ой! Снова зарабатывают Казань достаточно легким образом. Просто перекинул мяч Сэндеру и видели это блокирующие. Мне кажется... На какое-то мгновение мяч буквально застыл. Там на тросу сверху почему-то не среагировали Новосибирска. Да, хотела я сказать, что напрашивалась эта замена, что выходит Денис Черейский под номером 10 вместо Дмитрия Лызика, поскольку немножко Дмитрию Лызику... Нужно посмотреть со стороны. Тут не самый лучший прием от Дениса Черейского, но было касание блока. Ну, очко о Зениту и просмотр. Будут смотреть. Не признаются игроки Дениса. Значит, не все так очевидно в этом эпизоде, как показалось. Да, ну, просмотры, кстати, плаву Константинову в этом матче не очень удаются. Я тут не могу даже навскидку вспомнить, выиграли ли хотя бы одну очку. По-моему, одно один раз было за счет челленджей. И вот сейчас. Мяч у автоматива было касание блока у Дмитрия Волкова. Так он настаивал на том, что касания не было. 5-6 удается сократить новосибирцам. Ну, вот сейчас стадион, конечно, я думаю, должен помочь. Немножко так подбодрить хозяев. Еще одна странная подача Джона Гордона Перина. И сразу прилетает в ответку классная атака Сэммадеру задней линии. Казань все так же на 2 очка впереди. Да, отмечали мы, что Джон Гордон Перин какую-то странную траекторию запускает мяч с подачей. Ну, может быть, если первый раз какая-то ошибка или неудачно попал по мячу, то второй раз тоже, наверное, тенденция. 5-7. Вольвич подает и гостей. И это аут ошибается центрально блокирующий Казани. Да, ошибка Артема Вольвича. Сейчас на планер будет отвечать Денис Чирейский. Также подает он планирующую подачу. Ну, планер может быть очень сложным для приема, если крученый мяч. Справляется Сэмдеру идеальная доводка. Здесь играет в защите Джон Гордон Перин. И Амар Курбанов закрывает его. Александр Волков, Майка Кристенсен двойным блоком закрывают. Это Амара Курбанова. Вроде бы так, с ходу динамики атаки казалось, что неплохая передача на Курбанова. Но в итоге не было вариантов. Отличная передача. Здесь просто очень опытный центральный блокирующий, который классно переместился и перенес руки. Хороший прием. Амара Курбанова и Дражин Луборич. Здесь все красиво в этом эпизоде. И 4 метра забивает Дражин Луборич. Да, ну, кстати, Луборич как-то немножко потерялся в концовке третьей партии. Сейчас, наверное, мы в споре. Мы вправе требовать от Дражина. Проявление своих лучших качеств. Так, лучшего игрока однобой. Лучшего игрока предыдущего матча. И подача в ваунд. Да, когда Лидия так неудачно действует. Тут есть о чем подумать. 7-9. Не удается Мавсибирсам подобраться. На самом деле, я бы хотела отметить, что в этой игре очень помогают Дражину Луборичу помимо центральных блокирующих, крайне нападающие. Что отлично действует Джон Гордон Перин в атаке больше 50%. Что Марк Гурбанов 70%. Поэтому на него не такая большая нагрузка на Дражина Луборича в этой игре. Не все складывается. Но здорово, что два других крайних нападающих смогли подхватить этот настрой и взять часть на набор очков на себя. Да, но в предыдущем розыгрыше была ошибка на подачу у гостей. Но сейчас не успевают против первого темпа. Новосибирцам 8-10. Нет, это не первый там был. Это Максим Михайлов. Зарабатывает очередную очков себе в копилку. И Александр Волков на подаче. Смогер Константин Абаев внимательно на кросс. Вторая ошибка подряд на подаче у Зенита. Но вот опять мы видим, что немножко так проседает Казанцев какие-то важные эпизоды. Вроде бы избавились от этого недостатка в гости в третьей партии. Стали чувствовать себя поувереннее. Ну, у Ильяса сейчас опять важную задачу. И вновь не получилось. Обменялись ошибками на подаче обе команды. Оба центральных блокирующих. И сейчас Максим Михайлов будет заряжать уже свою подачу. Нужно сразу сниматься локомотиву с этой подачи. Да, но обидно. За Ильясом вроде бы лимит ошибок был исчерпан, но нет. Так, на примере казалось. Хороший прием. Терем. Классно действует сейчас Константин Абаев. Что оба блокирующих прыгнули сначала с Денисом Черезским. И что дало Джону Гордону возможность нападения на одиночном блоке. Да, не успевали казанцы. Не успевала Артем Волич. Ну и хитрая подача Абаева. Одиночный блок. Здорово действует Денис Черезский. Но здесь он ждал повторения первого темпа. А задней линии забивает Дмитрий Волков. Да, здесь уже Амару Курбановым не удалось спасти. Вновь плюс два в пользу казанцев. Ну, совсем другая игра пошла по сравнению с первыми партиями. На полное, как будто доминирование взяла на себя сейчас Зенит Казань. Чуть лучше действуют они в атаке и на блоке. Вот еще один блок. Тройным блоком закрывает сейчас Дражна Луборыча. Плюс три у Казани. 13-10. И Локомотиву нужно именно сейчас включаться в игру, если они хотят продолжать эту серию. Тут здорово. Дмитрий Волков не успел на самом деле. Просто летел. И именно ему в руки пришел Дражна Луборыч. Да, и вновь уверенная подача и уверенный прием Курбанов. Вот это важное очко. Он сейчас завоевывает Локомотив. Это было очень красиво. Не ждали, как будто Амара совсем. Казанцы не готовы были к такой передаче. Да, много было пространства. Было куда прицелиться. Джон Гордон Перин на подаче. Хорошая подача. Справляется Илья Федоров. И тут смягчает. Будет атака из четвертой зоны. Не успевает Илья Федоров за таким отскоком далеким. Да, Курбанов. Что-то опять свистки. Опять Куркаев. Видимо, порадовался чересчур Амар Курбанов своему действию. Выборочному. Да, но... Быстро погасили эмоции арбитры на этот раз. Удачно в этом местном отношении. Хорошая подача. И тут Майка Кристенсен боролся до конца. Будет еще одна. Трайного блока. Достает Джон Гордон Перин. Какой важный мяч в защите. И как сейчас не забивает Амар Курбанов его. Будут просить просмотр. Что раньше времени свистнули судьи. Что там не блок, а попал мяч в ногу. И можно было продолжать его загружать. Действительно. Но на табло на стадионе у нас 12-14. Очка казанцам. Это очень важный эпизод. Либо это 13-13. Либо это 14-12. Больные указания. И еще раз повторю. Это будет очень мощный всплеск сейчас для Локомотива. Что Джон достал такой мяч в защите. После этого, конечно, нужно забивать. И об этом говорит Пламин Константинов. Куда нужно было бить. Что не совсем в руки центральному блокирующему. Желательно, чтобы мяч приходил в такой ситуации. Но мне тоже на самом деле показалось, что мяч попал в ногу. И свисток раздался раньше. Ну вот ждет указание главный арбитр. Мы тоже ждем, чем закончится просмотр. Ну, контакт с мячом площадкой сложно достаточно иногда бывает отследить. Все-таки все очень быстро происходит. По итогам процедуры видеопросмотра принято решение, что мяч отдается команде Локомотива. Не оправдывается. Не было, не было касания пола. Вот она отскакивает от кроссовка. Но все равно не согласен Майка Кристенсен. Но здесь не то, что мяч Локомотива. Мне кажется, это должен быть спорный. Почему отдается очко Локомотива? Я здесь согласна с главным тренером Казани, который просит... Спорный мяч? Чтобы это был спорный. Да, все, поменяли счет на табло. 12-13. Впереди Казань. Все верно. Здесь уже показывает Алексей Игоревич, что так его все устраивает. Потому что, соглашусь, это было бы странно, если бы после этого розыгрыша... ...был не спорный мяч, а просто как выигранный мяч Локомотива. Действительно. Розыгрыш должен был продолжаться. Чем бы там закончилось, неизвестно. Вот сейчас хороший блок, но тоже продолжается. Тоже сыграл ногой Сэм Деру. Закрыли Дмитрия Волкова. Здесь он отыгрывается от рук блокирующих. И даже не будет сейчас просматривать этот момент Локомотив. Потому что также видели они, что подстраховался Сэм Деру Дмитрия Волкова ногой. Да, важный, психологически важный момент. Сейчас, к сожалению, вот этот импульс энергетический, я думаю, Локомотивом немножко упущен. Все-таки была возможность так поддавить соперника, сравнять счет. Михаил Лобинский вышел на усиление подачи вместо Артема Вольвича. В каждой партии видим такую замену. Да, ну стандартный ход Вербова. Хорошая подача. От Роса есть прием у Локомотива. И тут Тамар Курбанов. Здорово. Да, ну прочувствовал этот пас. Здесь классно действовал Марк Курбанов. Хорошая передача от Константина Абаева. Насколько, конечно, разнится выход Дениса Чирейского, что с ним не прыгают. Так знают, что они не паснут в такие моменты. Конечно, задержался Александр Волков на долю секунду Денисом Чирейским. Есть идеальная доводка. Ошибается Сендеру. В вал попадает Казанцы. И вот он счет равный. 14-14. Двойная замена была у гостей. Ушел, уходил с площадки Вольвич. И вместе с ним Лобинский. И также покинул паркет. Вольвич уходил, выступая место Либера. Он центральный блокирующий. Уступая место Келье Федорова для приема. Вот он шанс для Новосибирска. 14-14. Михайлов идеально попадает. Попадает в площадку. Да, не удается закрепиться на этом счете локомотивом. 15-14. Впереди Казань. И на подаче Майка Кристенсен. Хорошая подача у связующего Казани. Справляется Джон Гордон Перин. И это нужно забивать. И Илья Закуркаев. И справляется с этой задачей. Выбирает для адреса до себе Илья Закуркаева Константинопольц. Не просто так. Он уверен в этом нападающем. Не подводит Илья в концовках. И Драдан Лоборич на подачу. Да, но Ильяс давно не набирал очков. Но тоже выстрелил вовремя. Ох! Илья Борич ошибается. Но что-то не то. Удражено. Многовато ошибок на подаче в этом матче. Да, после первой партии подача пропала у сербского Диагонального. Как бы печально это не звучало для болельщиков Локомотива. И как рады этому болельщики Казанского Зенита, конечно. Потому что зато все получается на подаче у Дмитрия Волкова. Но справляется Амар Курбанов. И как сложно было ему сейчас забить этот мяч. Да, тяжелый такой трудовой мяч забивает Амар. И вновь счет равный. Как тяжело отыграть вот это отставание по капельке. Буквально нужно выдавливать. От этого и самое обидное, что потом вот ошибки на подаче. Потому что таким трудом зарабатываются очки. Сравниваются. А потом просто, можно сказать, Дарис тут справляется. Илья Федоров. На тройном блоке нападает Сэндеру. И не было касания. Не было касания блока. Но не так и уверен Джон Гордон Перин. Просмотр требует Алексей Вербург. Почему сказала я про Джона, что признается Локомотив. Чтобы было касание? Да. Нет, не будет просмотра. Сократите время. Но счет у нас пока в пользу Локомотива все-таки нет. Нет, да. Очко оказаться. Все-таки смотрели, но Илья Федоров поднимал руку, что да, у него было касание. И не нужно смотреть. Давайте без лишних хаос продолжать. Вот это серьезное усиление подачи указаний. Вместо Александра Волкова, которого не летит в последние три подачи, выходит Андрей Сурмачевский. Ну, соответственно, Локомотив отвечает. Вместо Мары Курбанова выходит Юрий Бережко на усиление приема Локомотива. Очередной важный момент. Как сейчас справятся наносибирцы с этим приемом. Справляется Семен Кривиченко, но нужно забивать сразу. И на треном блоке забивает Джон Гордон Перинг. Хорошая палка. Браво канадский доигровщик. Как важный, в какой важный момент случился наш легионер, можно сказать. Не самые яркие игры выдавал он в Казани, не перил в первой игре в Новосибирске. И вот то, что сегодня не пошло у Локомотива, не поменять его на Казаченкова. Берет на себя Джон, могу сказать, вся команда берет на себя часть мячей. Да, ну и у нас Куркаев наконец-то хорошо подал против тройного блока. Есть доигровка, это нужно забивать. И Дражин Луборич его... Почему, вот сейчас, почему Илья Скуркаев стоял во втором метре и страховал Дражина Луборича? Я не знаю, что он хотел там как страховать. И почему опять вся площадка была свободная у Локомотива? Потому что вот сейчас будет очень хорошо видно, что Илья Скуркаев, подающий, просто в первом метре под сеткой. И не так далеко же был мяч. Почему? Ну, ладно, эти вопросы останутся тренерскому штабу Локомотива. У нас опять, да, плюс одно. Плюс очко. Каждый гостей Михаилов, хорошая подача. И тут же мог бы первый темп сработать, не получилось. Вот здесь все правильно делал Константин Абаев. Он пасовал на Джона Гордона, в котором больше уверен, чем в Денисе Черейском в атаке. Здесь достает Константин, и это должен забить Дражин Луборич. И вновь в блок. Вот здесь сейчас очень многое решается для этой серии. То, что закрывают основного забойщика Локомотива в такой момент, после такого эпизода, где только защит было. Да, и вроде бы только-только Аналасибирцы сравняли, выровняли игру. Попытались как-то поувереннее действовать, вернули уверенность в своих силах. Но вторую атаку подряд. Я не ошибаюсь, Луборич не может забить. В итоге 17-19. Два очка преимущества гостей. Не услышала я начала речи главного тренера, поэтому... Легкие мячи отдали. По-моему, так прозвучала концовка. Концовка прозвучала так, а то, что бегаем через всю площадку в защите, я не очень поняла. Возможно, речь о блокировании. Но здесь, я думаю, в любом случае, нужен сейчас прием. Нужно сняться с этой угольной подачи Максима Михайлова. Выбитый прием. Сам Джон Гордон Перин будет разбираться с таким приемом. На треном блоке только скидывает Денис Чирейский. Это прям было сейчас, конечно, не самое уверенное действие. Такой мяч, переходящий, бить, когда на тебя выпрыгивают двое. Очень обидное действие. Да, нужно было разыгрывать этот мяч, конечно. Допосовывать его до слезующего игрока, чтобы тот мог разыграть. Но, как получилось, так получилось. 20-17 на подачу Максима Михайлов. Не ошибается Михайлов. Лубовички с немного. Ну, ошибается Граждан Лубович. Это мяч в площадке. Это результативный блок. 21-17. Расклеилась. Сыграла Комотива полностью. Замена прямая. Возможно, раньше нужно было сделать эту помену. Соглашусь. Соглашусь. Пожалуй, затянул. Немножко давал шансы сербу исправиться плавник Константинов. Наверное, это надо было делать чуть пораньше. 4 очка преимущества. Зенита в концовке. Четвертой партии. Ну, в тяжелом положении сейчас Локомотив. Да, 17-21. И есть прием. Справляется Семен Кривиченко. И Илья Скуркаев тоже играет в защите от него. А Дмитрий Волков добивает Локомотив. Можно сказать так. Еще тайм-аут. Происходит то, что у одной команды стало получаться вообще все. А у другой разладилось полностью. Также во всех элементах просели. Да, ну и вот этот импульс Зенит, он получил, конечно, в концовке третьей партии. Но она у нас и так нет. Поэтому надо искать там проблемы. Первое. Всегда есть все. Больше будем решить проблемы со всем. Если снимаем, все остальное второскопение. Основная проблема со съемом прав пламен Константинов. Что вроде и принимают. И даже когда хороший прием, когда не самый лучший прием, не могут добить новосибирцы до пола. отыграться от рук и все тащит Казань, а чаще закрывает блоком. Да, звучала фраза. У нас атаки нет. Обидные слова, конечно. Но это констатация факта. При 16-16 сейчас счет 22-17 в пользу Казани. И ваут попадает Михайлов. Не хочет он так просто забрать партию Казанец. Ну да, дают, дают Казанцы. Такие там, пусть небольшие, но все-таки шансы на спасение Локомотиву. Ну, сейчас важно успокоиться. Если это вообще, конечно, возможно в этом матче. Константин Абаев может своими подачами вернуть в игру Локомотив. И вот она на тройном блоке подстраховывает Семен Кривиченко. И Джон Гордон Перин забивает канадский доигровщик. Здорово сегодня. Да, очередной такой очко с мясом вырывает Локомотив. Тяжело здесь было Перину. Но справился. Не успевала Том Вольвич, не перенес руки. Поэтому мяч провалился. И Алексей Игоревич берет тайм-аут. Да, у Локомотива тайм-аутов больше нет в этой партии. Но вот Вербов взял. Ну, рисковать, да, Ваева? Что там, типа, нам делать нечего? Да, поэтому сейчас давайте первую. По крайней мере, готовы к этому риску. Вращения у подачи нет внимательно. Чуть-чуть скактить. Наши педали, все, и риски. Ну, а Рэг Беррис, Юрид Дуран, Моуметерс. И кто-то с уисит? Я сделаю Беррис, поехали. Все, хорошо, поехали. Говорит главный тренер Казани о том, что Локомотива терять нечего. И Константин Абайев пойдет на этот риск. Поэтому будьте готовы. И первую его подачу не нужно стараться довести, а просто выбить вверх. Вот сказал также Майке Кристенсену, что не беги прям сразу в сетке. Может, иди прием подбитый вверх. Ну, и хорошее настроение было у Вербова. Здесь здорово Денис Чурейский отлавливает Артема Вольвича. Будет переброс, еще страхуют. Снова Майка Кристенсен передавливает. И Перин попал. Перин попадает. Если только по рукам. В площадку точно не попал. Но по рукам, возможно, что-то просит он посмотреть главного тренера. А есть просмотры у Пламена или нет? Просмотр есть, но, возможно, это не смотрится. Не очень понимает. Да, второй судья о чем именно просят. Вдвоем же стекулируют Перин и Константинов, показывая главный мистец. Ну, не понимает Константин Кусев, о чем говорит Пламен Константинов. Но здесь, возможно, больше что хотят посмотреть такой инфизод, на который нет просмотра. И опять это будет смотреться какой-то... Касание другим просмотром. Потому что касание сетки вряд ли было. Тут речь идет, что накрыли его в моменте... Что-то пытается доказать. Но сразу же идет Майка Кристенсен. Да, но у нас это вечное дуэль сегодня. Они друг друга караулят Кристенсену Перин. Да, так же, как Майка Кристенсен ходил до этого разговаривать. Джон Сордан все слышал. Понимает Джон Гордан Перин, что это очень важный мяч. Что одно дело 20-22, можно играть и бороться за эту партию. А 23-19 в пользу Казани. Это уже все-таки очень серьезно. И вот выходит орбитер. Какое будет решение? Слышим голос главного тренера смотрит на касание блока. По итогам процедуры, видимо, принято решение, что мяч отдается команде «Зенит». Запрос команда «Локомотив» не был удовлетворен. У нее осталось право на один вопрос в виде просмотра в этой партии. Видимо, говорил Джон Гордан про то, что мог быть переход средней линии у американца. Но не очень понимаю, что хотели посмотреть. Понятно, что не касание блока, что там что-то более серьезное. Серьезно, но с нашего ракурса это не видно. Ну, так или иначе, 25-19, а вот сейчас Чирейский. Да, это здорово. Это удивил Константин Абайев, сейчас блокирующийся Казани. И как классно пошел Денис Чирейский на эту атаку. Был готов, несмотря на то, что до этого не получил ни одной передачи. Пошел, уверенно забил. Браво, Денис Чирейский. Да, и Джон Гордан Перин, один из, наверное, самых стабильных на подаче локомотива в этом матче. И первый темп. Здесь все как по нотам разыграли игроки Казанского «Зенита». Идеальный прием, классная передача. И Артем Вольвич забивает, сам отправляет на подачу. Как-то так зло посмотрел на другую половину площадки. А вот локомотив взглядом искал. Ну что, сэкбол у Казанцев. 24-20. Идеальная доводка от Семена Кривиченко. И закрывает Павла Круглого блоком. Нас ждет пятая партия. И это, скажем так, тяжело будет для локомотива вернуться в игру. Да, тревожно. 2-0-0-2. В итоге 2-2 по партиям. И впереди самое интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И снова локомотив арена. Пятая партия четвертой игры серии локомотива с казанским зенитом. 2-2 после четырех сетов и тревоги, я думаю, трибуны локомотив арены встречают решающую пятую партию. 2-0 локомотив вел. 25-21 первая. 25-23 вторая. Но потом что-то разладилось в игре новосибирцев. У них казанцы не сказать, чтобы без борьбы, конечно, но достаточно уверенно. Забрали третью и четвертую партия. Забрали третью и четвертую партии. А у локомотива пропала игра в атаке, много ошибок. И самое, наверное, печальное, что нет уверенности в своих силах. Да, здорово заработал блок казани. Лидируют они с большой разницей в этом элементе. 15 блоков против пяти новосибирского локомотива. Но здесь, как правильно заметил Максим, что основное, что не верят, что могут выиграть у казани. Как будто опустили руки игроки локомотива в четвертой партии. Если в третьей что-то не получалось, но была борьба, то на четвертую совсем с разными настроениями, можно сказать, вышли команды играть. И сейчас с самых первых розыгрышей будет понятно подчупать диктовку. Будет проходить матч. Видимо, на площадке Дражина Луборича он начинает в старте. Также остался Денис Черезький. И заслуженно остался. Хорошая концовка четвертой партии на его счету. И Джон Гордон Перин начинает с подачи. Да, неплохая подача. Сразу выбитый на тройном блоке. Но почему никто не бежит за этим отскоком? Хороший отскок. Можно было играть, конечно. Здесь не разобрались, как будто кто будет это сделать. А Максим Михайлов заработал 16-е очко сверхтопилку. 50% у Казанского диагонального. Показывает он результат, что в нужный момент берет на себя. И вновь пушка Дмитрия Волкова. Хороший прием Курбанов. Волкова аут. Тут Алексей Вербов хотел, видимо, сам довести этот мяч до Майки Кристенсена. По привычке тянулись его руки к мячу. Да, как говорится, главная заслуга тренера. Нужно убить себе игрока. 1-1. И Черезький на подачу локомотива. Может затруднить Денис Черезький своим клайнером. Но справляется Сэм Деру. И первый темп как здорово забивает сейчас Александр Волков. Тут ничего не сделать в защите против такого удара. Да, но поймали кураж казанцы после двух выигранных партий. Конечно, тяжело сейчас будет локомотивом. И локомотивом как раз что-то, если позволите, в колесе застряло. С трудом едет новосибирская команда. Но продолжается проделяться. Все-таки пятая партия. Здесь могут быть неожиданности. В том числе и приятные. Есть прием и передача на Дражина. Вот он вовремя возвращается в игру. Но здесь ему были все условия. И все-таки на одном блоке, я думаю, должен забивать Сердский диагональный. Здесь оставили совсем его... Но все равно сыграл в защите Максим Михайлов этот мяч. Что до пола давно уже не добивал Дражин Луберич. Да, сыграл в игрока. Ну, чтобы Михаил вернулся, я думаю, это был гаут. Так или иначе, 2-2. Хорошая подача, но справляется Казань. И тут еще и пробивает блок локомотива Максим Михайлов. Очень агрессивно действуют казанцы сейчас. Да, хорошее попадание под руки. Не хотят они продлевать серию, возвращать ее в Казань. Хотят решить все здесь и сейчас. Да, не хотят порадовать своих болельщиков еще одной игрой. Мы бы, наверное, не отказались, да? Я с удовольствием бы поехала в Казань. Пожалуйста. Смотреть этот пятый матч. Но рано о нем еще говорить. И здесь есть прием. Джон Гордон Перин. Идеальная доводка. Надражина Луберича. Его смягчает. И будет еще одна доигровка у Казани. Тут не успевал Максим Михайлов. Здесь перемудрил Майка Кристенсен. Да, только ничего не ждал передачи Михайлов. Совсем он не ждал. Он доводил мяч из аута. Не очень быстро, мягко говоря, возвращался обратно. И не ожидал, что передача пойдет к нему. И сразу ошибка. Работает блок локомотива. Марк Ирбанов на подаче. Да, вновь сравнивает новосибирцы. Никак не удается локомотиву выйти вперед. В пятой партии. Но очень хорошая подача. Здесь совсем забыли прыгнуть игроки локомотива. Что-то, по-моему, случилось у Джона Гордона Перина. Надеюсь, что ничего серьезного. Как-то странно. Он в одиночку был. И, конечно, не успевал. Он сам от себя споткнулся. Похоже, после прыжка. Не бывает и такое. Сен-Гуру на подаче. И справляется Марк Курбанов с этой подачей. Лубович снова закрывает его. И уже ведет Казань 5-3. Да, ну что? Возможно, нужно сейчас уже делать какие-то изменения в составе локомотиву. Будет замена Лубовича или нет? Так просто тоже не делать замену Лубовича. Нельзя сказать, что Павел Друглов готов на 100% выйти и помочь. И, как назло, нет Великой Заченкова. Тут еще и так не вовремя ошибается Джон Гордон Перин. Это та опция, которая работала идеально всю игру, у которой не было вопросов. Да, отмечали мы, что Перин Браун себя много работы, у которой выполнял Лубович, по крайней мере, в предыдущем матче. По набору очков, по игре в атаке. А сейчас, когда уже на четвертый раз это сыграет, конечно, Кирилл, соответственно, надо с первой. Сейчас. Давай, 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 сними, 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 сними. И, как назло, нет Великой Заченкова. Возвращается на площадке команды. И Пламин Константинов, все-таки продолжая свой тайм-аут, еще на площадку выйдя, что-то продолжал рассказывать Дражину Лубовичу. Да, ну, подсказ был очень короткий, но очень эмоциональный. Очень эмоциональный тайм-аут от Пламина Константинова. И Сен-Бару продолжает подавать на три очка впереди Казань. Справляется Семен Кривиченко. И здесь здорово поднял на себя Илья Скуркаев всех блокирующих. И забивает Амар Курбанов. Бажный очко. Есть еще шанс побороться. Илья Скуркаев на подаче. Ну, вот это всегда волнительно. Особенно сегодня. Особенно сегодня. И тоже нету ротации на этот элемент. Но верит своего игрока планам Константинов. И здорово подает Илья Су. Но справляется еще играть в защите. Поэтому тут Константин Абаев затормозит, кто будет пасовать. Есть доигровка у Казани. Играет Дражин Луборич. Самому нужно забивать. Здесь совсем куда-то бил болельщиков Локомотива Дражин Луборич. Не готов он был к этой передаче. Он сыграл в защите. Но и Джон Гордон Перлен не знал, кому подбить этот мяч. Кроме как Дражину Луборичу. Усиление подачи у Казани. Робинский выходит, да. 7-4 в пользу гостей. Ну и в общем все те проблемы, которые были у Локомотива предыдущей партии, все пока сохранились. Робинский подает. Харбан исправился. Ирин. Играет подстраховывает у Семен Кривиченко. Но там не только его рука, но еще и площадка. Не будут просматривать. Да, говорит Семен Кривиченко, что было там поле. И 8-4 впереди Казань. Смена сторонная у команд. Подарила Локомотив своим болельщикам. Надежда на то, что серия затянется до пятой игры. И сейчас, мне кажется, все меньше и меньше. Да, надежда все меньше и меньше. 4 очка отставания в пятой партии. Но даже не это самое главное. А все-таки пропал импульс. Нет энергии, нет драйва, нет уверенности. Возвращается Дмитрий Лызик на площадку вместо Дениса Чирейского. Да, Чирейский начинал в старте эту партию. Вот, пересчетчик 4.8 уступил вместо Лызику. И подает у гостей Михаил Лобинский. У нас какая-то пауза. Порвались шнурки у игрока. У Курбанова, да. Причем не шнурки порвались, а по ходу подошва и ему другие кроссовки принесли. Я в чем не знаю, это из раздевалки принесли его кроссовки? Или это Розули кого-то из партнеров, у кого похожий размер ноги? Здесь еще добавляет себе Маркумар. Курбанов, можно сказать. Да, ну все, не в живом. Не везет Локомотиву, но час очко подарили. Будем считать, что кроссовки Амара Курбанова повлияли на эту паузу. И Михаил Лобинский ошибся на подаче. Не видно нам, кто стоит на замене без обуви у Локомотива. Да, ну так тяжело определить. Может, есть вообще такой человек. Ну, вообще интересный момент, конечно, студент в таких ситуациях. Здорово справляется Либера Казани. И здесь Максим Михайлов забивает. 9-5. Очень большой отрыв для пятой партии, для такого матча. И для матча именно с Казанью. В Казань играет все концовки здорово. Мы это видели в первые два матча серии в Казани. Как они умеют догонять и вырывать эти концовки. И здесь уже 9-5. Идеальный прием. И Семен Кривиченко просто здорово принимал эту игру. Почувствовал он уверенность в этом элементе. Да, ну Казань действительно почувствовал запах крови, вкус. Качет игра у Казанцев. Но Локомотиву не что-то надо придумывать. Все равно одежда на пламя на Константинова. Может быть, какой-то... Какой-то его неожиданный ход мог бы перевернуть ход этой партии. Но если самим ошибаться, то шансов не будет. Ну, здесь уже ничего не может сделать в пламени Константинов. Если уже две ошибки подряд у игрока, который до этого был очень стабилен, приносил очки и нападение. Константин Абаев сейчас смотрел на бой. И это Семен Кривиченко хотел, видимо, показать свои навыки шестинедельные, которые были у него на тренировках. Перемудрил. Ну, совсем не согласован на да с играми. Малосибирцы. Парни, парни, поняв, на ногу еще. Можно сейчас. На столе. Пока не закончилось парк, не бросаем еще. Да, да, да. Нос у нас есть. Да, 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 нос у нас есть. Поднимите. И играйте в руку. Давай, играй! Браво, пламя Константинов. Очень верные слова сказаны своим игрокам, что пока нет финального свистка, не бросайте играть. И вроде бы соглашаетесь, но уже опустили на сыт. Давайте доиграем эту партию, эту игру с высоко поднятым настроением, носом. И будем играть до конца. Да, конечно. Нужно сражаться. Еще не все закончено, хотя ситуация трудная. Ну, а сейчас Джон Гордон Первин. Седьмое очко локомотива зарабатывает. Минус пять для Новосибирска. Очень тяжело сражаться с Казанью. Да, вообще с кем-либо тяжело сражаться, когда у соперника из... Очко-то в пользу Казани у нас. 12. Ну, конечно, мяч в ауте. Я про то и говорю, что очень тяжело сражаться с кем-либо, когда из 12 набранных очков у соперника. Это шесть твоих ошибок. Локомотив пятой партии, по-моему, борется сам с собой. Я не умоляю, конечно, заслуг казанских игроков. Есть красивые эпизоды и моменты, но я думаю, что даже болельщики Казани согласятся, что столько невынужденных ошибок, ни подачи, нападения в аут. Сколько сделали игроки локомотива в пятой партии, и не делали за всю игру, по-моему. Да, действительно, локомотив полностью пропала игра, ну, по крайней мере, в атаке. Вот что покажет Глуборич? О, прорезалось? Не поздновато ли? 8-12. Ну что, какие-то надежды еще есть? Я думаю, и у болельщиков, и у самих волейболистов локомотива не грязь. Все-таки плавно не говорит, что пока партия не закончена, продолжаем. Яско Каз вышел на переднюю линию, и шансы, конечно, увеличились с выходом этого игрока на переднюю линию, поскольку здорово он и перемещается. Здесь попадает в площадку Максим Михайлов, забивает этот мяч, и 13-8. Да, два мяча отделяют казанскую команду от победы. Турмачевский вместо Александра Волхова на усиление подачи. Может человек этот решать свои подачи концовки партии? Все об этом знают. И настроение совсем пропало у игроков локомотива. Константин Абайев пробует завести своих партнеров. Трибуны все равно поддерживают своих игроков, справляются с приемом. Вот о том, о чем я говорила, что Надежда не умирает с выходом Ильяса Куркаева на переднюю линию, потому что, учитывая все ошибки Джона Гордона, которые стали появляться в пятой партии, Ильяса Куркаев остался единственной надежной опцией в атаке у Константина Абайева. Больше адресатов для передачи, что точно забьет, нету. Алексей Вербов решает взять тайм-аут при счете 13-9. Все готовы. Вот и грижи тоже страхуют. Тяжелая подача, высокий мяч, все страхуют обязательно. Все страхуем, помогаем, все активно. Все страхуем, помогаем. Да, высокий мяч, главное отстраховать. Основной посыл был главного тренера. Дражин Лубович может решить исход, скажем так, этой партии, может сравнять счет. Он может все. Да, он показал это в предыдущем матче. На нынче все немножко по-другому, но если вернуться вдруг, посломать Чаилу Лубович. Хорошая подача. Блок. Классно работает блок Илья Аскурхаев с Амаром Курбаном. Вот эта вторая установка, это последний шанс Локомотива на то, чтобы что-то еще поменять в этой игре. И просмотр запрашивает Вербов. По запросу команды Зениц состоится. Здесь, я думаю, это больше пауза. Сбить сербского диагонального с подачи. Еще раз переговорить со своими игроками, чтобы они выдохнули. Что все в порядке, все хорошо. Да, очень быстро посмотрел Константин Гусев, что там происходит. Мяч у Локомотива, касания сетки не было. Здесь все очень далеко, все-таки не болталось. Это то, о чем я говорила, что просто пауза сбить с подачи Дражина Лубовича. Да, ну проверим. Как это удалось наставнику гостей? Удалось. Это очко Алексея Игоревича. Знал он, что может решать концовки Дражин Лубович, но не в этот раз. И матч был. Максим Михайлов на подаче. Тоже человек, который может решать концовки своей подачей. были эйси у него в этой игре. И посмотрим, как будет действовать сейчас. Но тоже ошибается. Ответили диагональные ошибки на ошибку. Да, продолжаем играть, по крайней мере, пока. 14-11 в пользу Зенита. Марк Турбанов. А Марк Турбанов, который в Белгороде, точнее в Туле в игре с Белгородом, вернул локомотив в игру своими подачами. Именно здесь тоже отличная подача. И наконец-то закрыли Артема Вольвича. Как вовремя действует Делья, скуркают на блоке. Ведь не закрывали Артема Вольвича ни разу в сегодняшней игре, если быть честными. Первый темп проходил только так. Второй тайм-аут Алисея Вербова перед подачей Амара Курбана. Они внечили казанцы. Сейчас интересно хотел услышать еще одну просьбу за этим мячом. Это прошлое, конечно. Сейчас внимательно. Я думаю, что горячий локтик будет рисковать. Поэтому пониже садимся. Еще раз отсетки тоже, да? Может, отсетки в свое время низко прогонит. Алисея Вербова, это не конец! Настаивает Алексей Вербов, что Амар Курбанов будет рисковать на подаче, чтобы были готовы к любому варианту подачи Амара Курбанова. Кто-то выкрикнул из замены, что надо доиграть до конца. Это еще не конец. Да, два очка отставания у локомотива. Ну, конечно, играть без права на ошибку тяжело. Но какие-то шансы еще сохраняются. Классная подача справляется Дмитрий Волков. И передача не самая лучшая. Не смог перебросить мяч Максим Михайлов. Остается интрига в этом матче. 13-14. Да, вот это сюжет. Мне кажется, вряд ли кто-то думал, что при счете 12-7 локомотив сможет сократить отставание. Но как же будет обидно. Ну, посмотрим. Или он лось. Да, да. 54-й номер решил уже полежать. Локос. Есть прием. Передача на Максима Михайлова. Снова сброс. И Семен Кривиченко на Дражина Луборича. Тот тоже сбрасывает. Страхует Илья Федоров. Забивает. Играть в защите Семен Кривиченко. Луборич смягчили гостям. Продолжает. Сумасшедший розыгрыш от блока. Дмитрий Волков забивает от блока. Насколько классно сыграла сейчас Казань. Они поменяли местами, чтобы Волков... Сейчас будет просмотр. Я не знаю, что будут смотреть сейчас игроки Локомотива. Но тяжело будет. Если сейчас была ошибка у Казани, очень тяжело будет вернуться в игру обеим командам. Потому что по настроению видно, как Локомотив уже расстроился, что серия проиграна. И как уже порадовался Зенит Казань, что он в любом случае получит медаль, играя за первое-второе место. Да, ну смотрим мы переход средней линии. Вернее, не мы, а арбитры. Ну и есть стадион на ногах. Переход средней линии у Дмитрия Волкова, я думаю, будет смотреться. Потому что это именно его первую зону пустил Майка Кристенсен. Но я думаю, что это как раз одна из тех домашних заготовок, к которым был не готов никто. Вряд ли бы видели до этого такую атаку от Дмитрия Волкова. Ну и момент, конечно, валидольный. Это то, о чем, собственно, я и говорила, что догнать с такого счета в пятой партии и на 13-15 закончить эту серию. Да, сюжет, конечно, потрясающий у этого матча. Мы ждем вердикта. Я думаю, что прекрасный волейбол сегодня подарили игроки обеих команд своим болельщикам. И все-таки мяч у Казани. Они выигрывают 3-2, 15-13 и заканчивают серию 3-1. Будет играть «Зенит Казань» за первое, второе место. В любом случае у них уже медаль. А Новосибирский «Локомотив» ждет своего соперника в матче за бронзу. Завтра состоится третья игра, где московская «Динамо» встретится с Санкт-Петербургским «Зенитом» на Сибур-арене в городе Санкт-Петербург. Там ведет пока Москва 2-0. А дальше будет все понятно либо после завтрашней игры, либо после 25 апреля. Игры в Санкт-Петербурге будут проходить, если потребуется четвертая игра подряд. Поздравляем «Казань» с выходом в финал. Благодарим «Локомотив» за прекрасную игру, за этот праздник волейбола. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали до конца свою команду. До новых встреч. Да, всего доброго. Поздравляем «Локомотив» за прекрасную игру, за этот праздник волейбола. К сожалению, такой результат не смогли в контакте. вырвать игру много можно сказать после этой серии но мне жалко что единственное жалко что как шел у нас весь сезон и мы в конце думали что все проблемы у нас закончились это продолжилось и в плей-офф и никак не смогли первые две игры играть с Дражаном а потом последние две игры использовать Казаченко который только исправился Дражан, травмировался Казаченко я думаю что это немножечко дало бы больше нам шанс все-таки нелегко обыгрывать такую команду как Зенит три раза подряд но в целом я считаю что команда играла бились и вопросов нет выиграл тот который наверное немножко ему повезло в концовке потому что здесь уже и шанс может быть какие-то моменты не в нашу сторону но такой есть спорт самое главное что я считаю что дали красивый волейбол болельщикам и после таких проигрышей я думаю что у никого претензий команды и отдачи игроков не должна спасибо 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...